Король жил в подвале. Сказочная повесть. Памяти моей бабушки Анны Ивановны Войтик. В отделе объявлений за столом, заваленным бумагами, сидела строгая молодая женщина в очках. Очередной посетитель вошел робко, без стука. Женщина взглянула на него с заведомой неприязнью, сутулый оборванец, немытый, небритый, с дурацкой улыбкой и грубыми руками. — Здрасте, — сказал он, — мне бы объявление дать. Женщина молча приняла из его рук замусоленную бумажку и прочитала. — Ищу работу по специальности. Король. — Пять монет с вас, — сказала женщина, — по одной за слово. Оборванец пересчитал на ладони мелочь и опечалился. — Простите, — сказал он, — у меня не хватает. — Тогда сократите, — равнодушно посоветовала женщина. — Пусть будет просто. Ищу работу. Король. — Хорошо, пусть будет просто, — согласился посетитель, но тут же осекся. — Только у меня все равно. — Ну, знаете, — сказала женщина. — Оставьте тогда еще проще. Ищу работу. И все. — Хорошо, — согласился оборванец. — Пусть будет еще проще. И он подал две монеты. Когда посетитель собрался уходить, женщина еще раз презрительно на него взглянула и спросила. — А кто это король? Вы что ли король? Оборванец остановился в дверях. Вместо ответа он выпрямился, расправил плечи, поднял подбородок и принял величественную позу. В его глазах что-то сверкнуло. Женщина открыла рот и от неожиданности привстала. Перед ней стоял самый настоящий король. Снег стаял. В рабочем районе стало слякотно и мерзко. Король преодолел баррикады долгостроя, пролез через дыру в заборе на территорию маслобойни, миновал бараки и вышел прямо к бесцветному непонятному зданию о трех окнах. Спустившись в подвал, он условленным способом постучал в маленькую дряхлую дверь, за которой его ждала семья, жена и дочь. — Никуда ты не пойдешь, — спорила королева с принцессой. — Чего удумала? — Нет, пойду, — спорила принцесса с королевой. — И не удерживайте меня, мама, я уже почти совершеннолетняя. — Что вы опять шумите, — входя сказал король. — Ведь за версту слышно. Хотите, чтобы нас отсюда выставили? Женщины тут же умолкли, спохватившись. Королева стала в полголоса объяснять королю. — Доченька наша с голоду совсем с ума сошла. Пойду, — говорит, — деньги зарабатывать. Каково? Король не удивился. Он только спросил. — Интересно, как? Королева ответила за принцессу. — Вот именно, как? Знаю я, как молодые девушки деньги зарабатывают. Принцесса покраснела. — Мама! Как вам не стыдно, мама? — сказала она и разревелась. — Я же как лучше хотела, — всклипывала принцесса. Я же хотела где-нибудь в переходе, на каком-нибудь музыкальном инструменте. А вы? — Интересно, на каком? — поинтересовался король. — А вот все вы виноваты, — закричала принцесса. — Говорила я вам, учите на гитаре играть, а вы со своим клавесином дурацким. — Ладно, успокойтесь, — сказал король. Работать пойду я. Услышав условленный стук в дверь, принцесса перестала реветь и спряталась за висевшую в углу занавеску, сплетенную из ветоши. — Опять ваш оруженосец, — тихо сказала королева. — Что он все ходит-то? — Просто хороший человек, — сказал король, и пошел открывать. Все меня забыли, а он даже здесь нашел. То-то и странно буркнула себе под нос королева. Король отпер дверь и впустил в подвал своего бывшего оруженосца. Молодой человек держал в руках сверток и поминутно дергал головой, будто небрежно кланялся. — Добрый вечер, Ваше Величество, — поздоровался он. — Вы отлично выглядите, Ваше Величество. — Здравствуйте, дорогуша, — не очень приветливо сказала королева. — Опять вы рискуете. Не стоило бы вам так часто к нам заглядывать. — Да, друг мой, — сказал король. — Вас могут выследить. — Ерунда, — сказал оруженосец. — Кто я такой, чтобы меня выслеживать? — Пока никто. Да и к тому же в рабочем районе слишком уж грязновато, простите. И он показал на свои сапоги. Из-за занавески вышла принцесса. Оруженосец растерянно произнес. — Добрый день, то есть вечер, Ваше Высочество. Принцесса чуть склонила голову. Оруженосец еще некоторое время стоял столбом, уставившись на принцессу, потом встрепенулся и стал раскладывать на столе, сооруженном из доски и старой бочки, содержимое свертка. — Это вот я вам, — говорил он, — не сочтите за бестактность, от чистого сердца, помня, так сказать, ваши отношения и, извините, зная нынешнее положение дел. Он выложил на стол полпалки колбасы, творожные сырки, кефир, сигареты, еще что-то. Королева побледнела. Король побагровел. Принцесса покраснела. Все трое стояли вокруг стола и не решались присесть. Принцесса смотрела на королеву, королева косилась на короля, король поглядывал на стол. — Интересно, — мечтательно произнес король. Внутри него что-то переломилось, он сплюнул и присел на деревянную плашку. — Ну что ж, — сказал он, — раз уж от чистого сердца. Ели все, кроме оруженосца, который никак не мог оторвать взгляда от принцессы и смотрел на нее жадно, будто бы она была на столе самым желанным блюдом. Но его взглядов никто не замечал, было не до этого. — Откуда такое роскошество? — спросила королева. — Это я устроился на службу, — сказал оруженосец. — Вчера получил первое жалование. — Интересно, — позавидовал король. — И чем же вы теперь занимаетесь? — По специальности, — сказал оруженосец. — Населению разрешили носить оружие, а как его носить, никто не знает. Вот я и открыл курсы по обучению. — Прелестно, — заметила принцесса. — Надо, надо заниматься делом, — с запалом, — сказал оруженосец. — Все бывшие придворные уже в большие люди выбились. Нельзя отставать от времени. Стук в дверь прервал его речь. На этот раз стучали обыкновенным образом, сильно и грубо. Все замерли и притаились. Оруженосец изменился в лице и стал шарить взглядом по темным углам. Щеколда не выдержала, отскочила, и дверь распахнулась. Огромный мужик с розовым лицом шагнул через порожек и спросил, ну, кто тут искал работу? Рабочие поднатужились и взвалили на королевские плечи большущий мешок с цементом. Король сгорбился, крепко стиснул зубы. — Вот так, — сказал первый рабочий, — до троих считать умеешь, молодежь? Он на третьем этаже в уголок и сбросишь. Легонько подтолкнув короля, он помог ему подняться на первую ступеньку. Король, пошатываясь, стал карабкаться наверх. Рабочие же отошли за мешки. Первый достал из кармана бутылку вина и какой-то корнеплод с ботвой. Второй поднял старый газетный лист и расстелил его на подоконнике. — Эй, тама, молодежь! — громко крикнул первый, пока второй зубами откупоривал бутылку. — Пять секунд, полет нормальный! — Сверху донесся грохот, треск, и облако белой пыли окатило лестницу вместе с рабочими. — Тьфу, — сказал второй, закашлившись, — безрукий. Король встал, отряхнулся, подцепил мешок и волоком втащил его в дверь на третьем этаже. Остановился и осмотрелся. Большая белая зала поразила его размахом, изяществом и грядущей роскошью, которая угадывалась в еще недостроенном помещении. Мраморный полк, купидоны под потолком, оконные рамы черного дерева. — Размахнулись! — вслух подумал король. Оставалось два последних мешка. Второй рабочий, сторчащий изо рта ботвой, устало сидел под подоконником. Первый, плохо удерживаясь на ногах, пробовал помогать королю взвалить мешки на спину, но тем только мешал. — Вон, — говорил он, — навострился. — В армии-то был? — Был, — сухо отвечал король. — Молоток? — Кем? — спросил рабочий. — Главнокомандующим, — ответил король. Рабочий захохотал и похлопал его по плечу, потом сунул что-то в королевский карман и сказал. — Вон, слетай-ка за добавочкой головком, третьим возьмем. Король молча вернул деньги, самостоятельно взвалил на спину мешок, оттолкнув им рабочего, и ровным величественным шагом пошел наверх. — Шутник, — сказал первый рабочий второму. — Ничего, пообломаем. Второй тупо смотрел в газетный лист и пытался что-то сказать. — Вот он, — какой, — наконец сказал второй. — Кто? — спросил первый. — Он, — едва смог выговорить второй. Первый посмотрел, куда указывал его собутыльник. На пожелтевшей полосе королевской правды темнел парадный снимок королевской семьи. Королева с принцессой в пышных кружевных платьях стояли по обе руки от короля, одетого в полувоенный мундир с ипалетами. Все трое задумчиво улыбались. Королевы в подвале не было. Принцесса и оруженосец сидели друг против друга на ящиках. Принцесса по обыкновению краснела. Оруженосец спрятал глаза, но разговор кое-как поддерживался. — И ничего у него не получается, — говорила принцесса. Уже с пятого места выгоняют. Вернее, получается, но... Но, — вторил оруженосец, — папа ведь ничего не умеет, кроме как королевством править. Но он очень быстро всему учится. Поначалу у него все из рук валится, над ним все смеются, а потом... Потом, очень скоро, он начинает все делать так ловко, будто всю жизнь только этим и занимался. Мешки грузил или потолки красил. И вот тогда он сильно преображается, и все узнают в нем короля. И увольняют от греха подальше. Вошла королева и сходу заговорила. — Да вы же сами знаете, дорогуша, он на нормальных-то королей не похож. Он слишком хороший был. — Поэтому и был, что хороший, — уточнила принцесса. — Да, да, — сказал оруженосец. — Я заметил, у него все было наоборот. У него даже шут был дурак. В дверь постучали. — Он, — сказала королева, — и отперла. Король выглядел злым и раздраженно хмурил брови. Кинув в угол полупустой вещмешок, он из-под лоби оглядел присутствующих. Оруженосец встал, королева и принцесса покосились в сторону вещмешка. Король, не поздоровавшись с гостем, повернулся к жене, вдохнул воздух и произнес сквозь зубы. Опять курила. И скрылся за занавеской из ветоши. Последовала пауза. Оруженосец заторопился. — Ну, мне вроде бы пора, — предположил он. — Погодите, — выглянул король из-за занавески. — Есть разговор. — Прошу. И он зашагал к двери. Во дворе ужасно воняло. Оруженосец прикрывал нос чистым носовым платком и морщился. — И из лифтеров меня выгнали, — сказал король. — Да и правильно сделали. — Каждый должен заниматься своим делом, верно? — Абсолютно, — согласился Оруженосец. — Я вот что решил, — продолжал король. — Пойду-ка я по свету, буду работу искать. Не может быть, чтобы никому не нужен был король. Только я один пойду. Семьей какой из меня ходок. А вы уж не в службу, а в дружбу присмотрите здесь за женщинами. Не дайте им с голоду умереть. Вы же, как я полагаю, любите принцессу. Оруженосец смутился, но ответил, — Чрезвычайно, Ваше Величество. — Вот и хорошо, — сказал король. — Если, даст Бог, все сложится благополучно, женитесь на ней и полкоролевства в придачу, как полагается. Обещаю. — Ваше Величество, — просиял Оруженосец. — Не ради полноте, — остановил король. — Я вам верю. Оруженосец опустился на одно колено и облобызал королевскую руку. Когда король зашел обратно в подвал, Оруженосец еще долго и старательно отряхивал с колена грязь. Прощались без лишних слов. Король положил в карман шинели перочинный ножик, подлатал проволокой рваные сапоги и собрал в вещмешок скудный скарб, половину бублика, флягу с водой, оловянную ложку. Принцесса тихонько плакала, королева сдерживалась. Король обнял их и сказал, — Я скоро пришлю за вами. — Карету. Пожав руку Оруженосцу, он побрел сквозь коричневую грязь. Королева с принцессой долго смотрели вслед. Оруженосец морщился в платок. — Вы плачете, дорогуша? — спросила королева. — Нет, что вы, — ответил Оруженосец, — просто запахи у вас, извините. — Маслобойня, — вздохнула королева. — Запахи — это ерунда, — сказала принцесса. — К запахам мы давно привыкли. А вот стоны... Электричка медленно ползла по поросшему редкими кустами пространству. В полупустом вагоне сидел король. Ему было холодно. Достав из кармана засохший кусок хлеба, он стал отщипывать по крошке и класть в рот. Электричка остановилась. Король обеспокоенно выглянул в окно, увидел унылую промозглую равнину, некое подобие платформы и полосатый верстовой столбик с отметкой 37. Распахнулась дверь, и в вагон вошел контролер в галифе и хромовых сапогах. Его сопровождали два вышибалы, тоже в галифе, и две овчарки в жестких ошейниках. Безбилетный король встал и попятился к противоположному выходу. «Стоять!» — рявкнул контролер. «Лицом к стене!» Король вздрогнул и остановился, но лицом к стене не встал. Контролер и вышибалы с собаками приблизились. «Ваш билет!» — потребовал контролер. Король промолчал. «Документы!» — потребовал контролер. Король, крепко сжимая одной рукой недоеденный хлеб, другой рукой нашарил в кармане пустой старый бумажник и протянул контролеру. «Бомж?» — спросил тот. «В бумажнике не было ничего, кроме вырванной из газеты фотографии». «Что это?» — спросил контролер. «Семья!» — ответил король. «Королевская!» «Монархист!» — обрадовался контролер и подал знак вышибалам. «В машину!» Вышибалы подхватили короля и, наспех обыскав, вывели из электрички. Оказавшись в машине с маленьким зарешоченным окошком, король разжал руку. В ладони остались маленькие крошки. Шесть пар голодных глаз смотрели в руку королю из полутьмы. Шестеро таких же оборванных и небритых сидели рядом, согнувшись в три погибели. Король протянул руку товарищам по несчастью, и те разом набросились на нее. «Что все это значит?» — спросил король, зализывая прокушенную ладонь. «Это?» — подал слабый голос один из шестерых. «Это переворот!» «Какой переворот?» — спросил король. «Восемнадцатый!» — ответил тот же голос. «Девятнадцатый!» — поправил другой. «Разве?» — равнодушно удивился первый. «Да, девятнадцатый. Считать-то я еще не разучился». «Энта, смотря с какого момента начинать исчисление, встрял в разговор еще один, самый старый. «По моим нескромным подсчетам, так вообще девяносто четвертый!» Машина тем временем затормозила. На двери у барака висела надпись «Пункт приема». Вышибалы вывели семерых из машины и передали выскочившим из дверей солдатам. В окошке рядом с дверью стоял, сложив руки на груди, дежурный приемщик. Контролер подошел к нему и тихо о чем-то переговорил. Дежурный пересчитал вновь прибывших по головам и их увели в барак. Закурив, дежурный вынул из своего фартука семь денежных пачек и протянул их контролеру. Тот пересчитал полученное, одну пачку сунул в фартук приемщику, несколько положил в карман и дал по пачке вышибалам. Последнюю пачку он кинул собакам. В огромной казарме поддерживалась тишина. Перед столиками толпились группы раздетых мужчин, охраняемые вооруженными солдатами. За каждым столиком сидели военврач и сестра его милосердия. Сержанты поочередно выталкивали по одному раздетому вперед. «Профессия», – спрашивал военврач, не поднимая головы от бумаг. «По торговле мы», – отвечал очередной раздетый. Сестра милосердия ощупывала его профессиональным взглядом и ставила диагноз. «Годен». «Направо», – приказывал военврач сержанту. Сержант уводил раздетого направо и выталкивал из толпы следующего. «Профессия», – вопрошал военврач. «Писатель», – отвечал следующий. «Детский писатель». «Писатель», – задумался военврач. «Почерк хороший?» «Да», – поспешно заявил допрашиваемый, но потом добавил. «Только не очень разборчивый». «Негоден», – резюмировала сестра. «Налево», – командовал военврач. «Я на машинке могу», – испуганно говорил раздетый, когда сержант брал его за плечи. «На машинке любая дура может», – замечала сестра милосердия. Следующим сержант выудил короля. «Профессия», – спросил военврач. «Король», – ответил король. «Громче отвечаем», – прикрикнул военврач. «Профессия». «Король», – повторил король. «Как?» – переспросил военврач, замешкался и зарылся в личном деле. Сестра милосердия смирила короля немилосердным взглядом, потом стала толкать военврача локтем вбок и что-то прошептало ему на ухо. Переглянувшись сержантом, военврач снял трубку служебного телефона. Стены кабинета были обиты звукоизоляционным материалом. Окон не было и в помине. Майор напряженно вслушивался в телефонную трубку и кивал головой. Рядом за столом сидела делопроизводительница, тихо курила и глядела на майора. Военврач то и дело собирал в кулак обильный пот и подобострастно поглядывал на телефон. Чуть поодаль у стены стоял все еще не одетый король в сопровождении сержанта. «Так точно, ваше превосходительство», – сказал майор в трубку. «Самый настоящий». Он в сотый раз взглянул в лежавшее на столе личное дело. Тонкая бумажная папка с одной лишь фотографией королевской семьи. «Никак нет, ваше превосходительство, не самозванец. Так точно. Никак нет. Голый ваше превосходительство. Один крест на нем». Он замолчал, сосредоточенно вслушиваясь. Потом сказал. «Слушаюсь, ваше превосходительство. Разрешите положить трубку». Видимо, получив разрешение, майор снял фуражку и расстегнул воротничок. Делопроизводительница и военврач нетерпеливо вытянулись. Майор закурил и произнес с расстановкой. «Их превосходительство одобряет нашу инициативу. Они сказали, пусть будет король». «Пусть будет король», – прошептала делопроизводительница. «Пусть будет король», – повторил военврач. «Слава Богу», – облегченно вздохнул король. В тот же миг, получив от сержанта резкий удар в челюсть, он шлепнулся на холодный пол. На лице короля сияла вычурная голливудская улыбка, так называемая «кипсмайлинг». Блестели красивые зубы, сияли румянцем скулы, лоснилась пышная прическа с пробором на одну сторону. Король заканчивал приветственную речь. «И поэтому», – вещал он в микрофоны, – «мы в моем лице можем пообещать вам все, чего только вы, дорогие наши соотечественники, сами захотите. А чего именно вы захотите, это мы знаем не хуже вас, а иногда, поверьте нам на слово, и лучше. Все к лучшему, братья наши и сестры. На смену одной жизни приходит другая, тоже жизнь, новая, свободная, с сюрпризами, с песнями и танцами, с тем, чтобы каждый из вас мог по праву хотеть всего, чего ему угодно. Не стесняйтесь, хотите больше». Площадь прыснула овацией. Люди прыгали вверх, стараясь достать до балкона, на котором стоял король. Дети бросали королю воздушные шарики. Фоторепортеры стреляли вспышками. Король вновь приблизился к микрофонам. «Мы сказали свое слово, теперь вы покажите свое дело. Да здравствует народ и его король». Площадь возликовала. Король набис, изобразил кипсмайлинг, закрыл папку с текстом и помахал народу рукой. Двое телохранителей легонько подтолкнули его локтями. Король кивнул и в их сопровождении покинул балкон. В зале находились еще четыре телохранителя в штатском. Король на минуту остановился, кинул на столик папку и ослабил галстук. «Машина готова», — сообщил один из телохранителей. Черный королевский лимузин в сопровождении эскорта мотоциклистов выехал за город, миновал пикеты и остановился на территории королевской усадьбы. Король с охраной вышел из машины и, поднявшись по мраморной лестнице в дом, долго шел по многочисленным коридорам и галереям. Хранители королевского тела попарно останавливались и застывали у очередных дверей. Лишь двое из них достигли последней, бронированной секретными кнопочками и замками. Король привычно отвернулся к стене. Телохранитель набрал код, нажал на массивный рычаг и крутанул вентиль. «Заходите», — сказал он, отперев. Король привычно вошел. В небольшом камерного типа помещении с бассейном было душно. Заменяющие окна кондиционеры работали в полсилы. Горели лампы дневного света, на стене висело продолговатое зеркало, под ним располагался умывальник. В одном углу стоял накрытый стол, в другом — скупо застеленная койка. Король скинул пиджак. Радио на стене передавало его приветственную речь. «Наши цели ясны», — декламировало оно королевским голосом. «Наши помыслы объективны, наши принципы не нуждаются в объяснении». Король выключил радиоприемник и сел за низкий стол. Положил на тарелку что-то из снеди, налил в бокал вина. Хотел было отхлебнуть, но понял, что не может. Улыбка никак не сходила с лица и нервным тиком растягивала скулы. Отворилась дверь, и в помещение по-хозяйски вошел майор. Весь он был одет в штатское, только ботинки поскрипывали по-военному. Король оставил бокал и поднялся навстречу, поправляя галстук. «Сидите, сидите», — вытянул вперед руку майор. Оглядев строгим взглядом помещение, он сказал, «Ну что ж, пока вами довольны. Надеюсь, что вы и впредь не станете делать глупостей и продолжите в том же духе. А мы с нашей стороны». Майор вынул из внутреннего кармана бумажник и положил его на стол. «В шесть утра у вас пресс-конференция», — сообщил он. «В четыре будьте наготове. А пока отдыхайте». И майор направился к выходу. Король снова встал. «Да», — обернулся майор. «Вашу просьбу относительно семьи мы рассматриваем. Спокойной ночи». Оставшись один, король подсел к зеркалу и прилепил на угол фотографию семьи. Некоторое время он просто смотрел на нее. Потом открыл кран и стал смывать грим. Открылся синяк под глазом, ссадины на щеке, разбитая губа. Король снял парик. Голова была неровно выбрита. Он смотрел на себя в зеркало и не хотел узнавать. Побитое лицо пересекала вымученная зияющая улыбка, от которой теперь становилось жутко. Королева курила возле входа в подвал и всматривалась в туманное пространство. На горизонте не было ни души. Когда королева вернулась в коморку, принцесса и оруженосец целовались. Но она этого не заметила или сделала вид. Лишь только скрипнула дверь, молодые люди, как ни в чем не бывало, склонились над электрической плиткой, в которой что-то не работало. «Так что вот», — нарочито громко сказал оруженосец, «Буду учиться теперь. Без образования нынче ничегошеньки не добьешься. Учение свет». «Чему учиться-то, дорогуша?» — спросила королева. «Языкам, ваше величество», — пояснил оруженосец. «Есть тут перспектива иностранцам оружие носить. А там смотришь и еще что-нибудь». «Языкам», — хмыкнула королева. «Сказали б лучше акцентом. Нынешние-то иностранцы сами языков не знают». «Ваша правда», — согласился оруженосец. «Только акценты правильно расставлять. Наука потоньше языка знания. Это уже дипломатия». «Вы способны», — робко заметила принцесса. Оруженосец поклонился и поставил на стол починенную плитку. «Готово», — сказал он. «К сожалению, мне пора. Целую руки. У меня завтра с утра учеба, вечером работа, а днем забегу. Честь имею». Поцеловав обеим дамам руки, оруженосец убежал. «Что-то он зачастил», — хмуро заметила королева. Принцесса пожала плечами и спрятала глаза в газету. Наблюдатель вытянулся и зазвенел, как струна. «Господин главный майор, за время моего дежурства абсолютно ничего непредвиденного не произошло. Король отдыхает. Дежурный наблюдатель вольно», — перебил майор. Наблюдатель расслабился и уступил начальнику место перед экраном наблюдения. Майор сел. Экран был ничем иным, как обратной стороной зеркала. Сквозь него видна была вся королевская комната с бассейном. Король мирно храпел в углу на койке. «Спит?» — спросил майор. «Так точно», — ответил наблюдатель. «Давно спит?» — спросил майор. «С двадцати часов двенадцати минут, господин главный майор», — ответил наблюдатель. «Записи ведешь?» — спросил майор. «Так точно, все до минутки», — ответил наблюдатель и придвинул к майору грозбух. Майор на записи не взглянул. «Ну как он?» — поинтересовался он, закурив. «Спит?» — еще раз объяснил наблюдатель. «Э, что ты заладил-то? Виноват, господин главный майор. Как он вообще?» «Все тихо, все хорошо». «Ничем предосудительным не занимается?» «Никак нет. То есть, ну, этим, как его, самокритикой». «Как это?» — не понял майор. «Так вот», — разъяснил наблюдатель, — «послушает по радио свои выступления, а потом критикует их, очень крепко критикует, господин главный майор. «Матерно!» Майор задумался. «Бабу ему надо», — предположил он. «Ну ладно, этот вопрос мы проработаем», — он встал. «Остальное все в норме?» «Все благонадежно, господин майор. Главный!» — ответил наблюдатель. «Вольно!» — скомандовал майор и вышел. Наблюдатель облегченно вздохнул. Убедившись, что начальник ушел, он извлек из тумбочки начатую бутылку водки и условным стуком постучал по экрану. С той стороны зеркального стекла король поднялся с койки, взял со стола бокал вина и, подмигнув невидимому собутыльнику, чокнулся с зеркалом. Наблюдатель обоюдно чокнулся с экраном и прямо из горлышка осушил треть бутылки. Отхлебнув глоток, король поставил почти полный бокал обратно. Посмотрелся в зеркало. Волосы чуть отросли, ссадины подзажили, только дурацкая улыбка все еще непроизвольно возникала на лице, болезненно и не к месту. Король отошел от зеркала, уселся к нему спиной на раскладной стульчик перед бассейном и стал смотреть на прозрачную воду. Внезапно королевским голосом заговорило радио. «Если сегодня вы, дорогие наши соотечественники, хотите только одного зрелищ, то ваше желание – наш закон». Король зажал руками уши и зажмурил глаза. Посреди ночи майор проснулся в холодном поту. Лежавшая рядом делопроизводительница вздрогнула, увидев сидящего с выпученными глазами майора, и приподняла голову с подушки. «Ты что?» – обеспокоенно спросила она. «Сейчас зазвонит телефон», – тихо сказал майор. Они оба уставились на телефонный аппарат. Тот тотчас зазвонил. «Алло!» – бодрясь сказал майор. «Главный майор вас внимательно слушает». И он стал отпихивать рукой делопроизводительницу, жестами показывая, что разговор очень серьезный. «Никак нет, ваше превосходство! Всегда рад! В любое время дня и ночи! Слушаю ваше превосходство!» Уловив могущественное имя, делопроизводительница выпустила майора из назойливых объятий и прикрылась одеялом. Майор долго слушал доносившиеся из трубки и кивал головой. «Прямая трансляция?» – переспросил он и задвигал желваками. «Нет, нет! Великолепнейшая идея, ваше превосходство! Король? Король не подведет! Мы этот вопрос проработаем! Понял вас! Ваше превосходство я оправдаю! Так точно! Разрешите повесить трубку!» Он перевел дух, закурил. Прямой эфир. «Зрелище!» – задумчиво проговорил майор. «Тут или в полковнике, или в покойнике!» Делопроизводительница обняла его спортивный торс и радостно прошептала. «Ты великий человек! Ты посредник между Богом и Королем!» «Дура!» – спокойно заветил майор. «Знаешь, кто между ними посредник?» Вместо ответа он сложил пальцы рожками и приставил к затылку. Делопроизводительница спряталась под одеяло. Из радиоприемника вовсю лилась праздничная музыка. Король в черном смокинге и белой рубашке сидел перед зеркалом. Возле него сновала гримерша. Макияж был почти готов. Гимерша надела на королевскую голову парик и принялась его расчесывать. «Интересно!» – сказал король. «А где тот старичок?» «Какой?» – кокетливо спросила гримерша. «Который меня все время гримеровал!» – пояснил король. «Не знаю!» – сказала гримерша. «Я за него!» «А разве вы не рады, ваше величество?» «Нет, нет, все нормально!» – ответил король. Прическа была закончена. Гимерша посмотрела в зеркало на короля и подмигнула ему. «Ну как?» – спросила она и сама ответила. «По-моему, класс!» «Да, спасибо!» – сказал король. «Все дамы на балу будут в экстазе!» – заверила гримерша. Собрав свои инструменты в несессер, она как-то замешкалась и сказала. «До начала у нас еще есть время, ваше величество. Вы ничего больше не хотите?» «Нет, благодарю!» – сухо ответил король. «А может, выпьем коньяка?» – предложила гримерша. «Я на работе!» – сказал король. «Впрочем, вы можете выпить, если хотите!» «Да нет уж!» – обиделась гримерша. «Как-нибудь в другой раз!» И она покинула помещение, недовольно повиливая бедрами. «Другого раза, надеюсь, не будет!» – тихо сказал король. Отлепив от зеркала фотографию, он вложил ее в бумажник и убрал в карман. Затем встал, выключил радио и остановился у стола. Взяв в одну руку бокал, в другую бутыль коньяка, он вернулся к зеркалу и легонько стукнул бокалом о стекло. С той стороны послышался ответный звон. Король налил себе коньяка и произнес, обращаясь к зеркалу, «С праздником!» – с прямым эфиром! Выпив до дна, он разбил бокал об пол. Потом сел, откинувшись в кресло, и стал пить коньяк прямо из бутылки. В большом зале усадьбы все было готово к праздничному королевскому балу. Майор, искусно скрывая нервное напряжение, курировал всю кухню, ходил туда-сюда, проверял, горят ли гирлянды, у всех ли официантов начищены до блеска подносы, поставлен ли свет, готовы ли телекамеры, прибыли ли артисты. Больше всего претензий предъявлялось к охранникам. Проверяя исправность их радиопередатчиков, майор говорил, «Тридцатиминутная готовность! Всем еще раз сосредоточиться! Все должно пройти без сучка, без задоринки! Смотрите мне!» Удостоверившись готовности охраны и прочего персонала, майор подозвал конферансье. У того слегка тряслись колени и губы дергались. «Гости готовы?» – спросил майор. «Готовы!» – ответил конферансье. «Предупреждены, об ответственности ждут в гостиной!» Майор взглядом велел следовать за ним и отправился в гостиную. Гости тихо сидели в креслах и пили коктейли. При появлении майора они почтительно встали. Конферансье представил гостей. Два бравых офицера в отставке, министр, заслуженный артист, балерина с мужем, восточный гость с тремя женами и старик-миллионер в сопровождении юной королевы красоты. «Господа почетные гости!» – строго обратился к ним майор. «Еще раз позволю себе напомнить о колоссальной ответственности, возложенной на нас его...» Он запнулся. «Его величество! Вам доверено представлять на королевском балу ни больше ни меньше самых простых людей королевства, тружеников и соотечественников. Помните об этом! Вы прекрасно знаете, что все это мероприятие можно было провести заранее, отредактировать и пустить по телевизору в записи. Но наш король – человек прямой и честный, и он хочет, чтобы все в королевстве было прямо и честно, и чтобы весь народ воочию убедился, глядя сегодня вечером телевизор, в какой прямой и честной стране он живет. Настоятельно вас прошу, ведите себя сдержанно, ешьте в меру, не пейте лишнего. Ни на минуту не забывайте, что на вас смотрит сам...» Он опять запнулся. «Сам народ!» В коридоре майор подозвал к себе начальника охраны, бывшего сержанта, и посмотрел на часы. «Идем за королем», – сказал майор. «Пора». Они миновали полдюжины коридоров и очутились у бронированных дверей. Повинуясь молчаливому приказу, телохранители отворили двери. Майор вошел первым, за ним начальник охраны и телохранители. Майор осмотрелся. Короля нигде не было. Майор побледнел и обернулся к подчиненным. Те тоже бледные растерянно подергивали широкими плечами. «Где он?» – угрожающе спросил майор. «Вот он!» – завопил начальник охраны, указывая пальцем в бассейн. На дне, распластавшись лицом кверху, лежал король в смокинге. Увидев, что его заметили, он всплыл и сильно вдохнул воздух. Рядом по плавком прыгала пустая коньячная бутылка. «А, молодежь!» – еле ворочая языком сказал король и выплюнул изо рта воду. «Не слетает ли господин майор за добавочкой?» Дверь в наблюдательную медленно отворилась. На пороге стоял майор с красным от гнева лицом. Наблюдатель попытался привстать, но не смог, завалился обратно в кресло, икнул, и забормотал. «Товарищ господин главный, за все мое время ничего, абсолютно ничего...» Майор вынул из кобуры пистолет, взвел курок и прицелился. «Я...» – зарычал наблюдатель и сполз на пол. «Я не... никак. У меня ж дети малые, у меня жены, у меня...» Вошел взгерошенный начальник охраны. «Время?» – резко спросил у него майор. «Пятнадцать минут осталось», – сообщил начальник охраны. Взяв себя в руки, майор убрал пистолет и приказал обоим подчиненным. Через десять минут король должен быть в зале, трезвый. «Иначе...» – «Как же?» – испугался начальник охраны. «Не знаю», – заорал майор. «Вот пусть он тебе поможет. Что хотите, делайте. Под душ его суньте, козлы!» Майор нервно шагал в мониторную комнату, шепча себе под нос. «Или пан, или пропал!» «Или в полковнике, или...» В комнате перед многочисленными мониторами сидели несколько телевизионщиков и делопроизводительница. Майора они приветствовали вставанием. Он жестом велел всем сесть и уставился в тот монитор, где бальный зал был виден наиболее полно. Праздник шел вовсю, все ожидали появления короля, и вот уже конферансье объявил гостям о прибытии Его Величества. Зал затаил дыхание, оркестр замер в готовности играть гимн. «Минутная готовность», – сказала делопроизводительница. В дверях мониторной возник начальник охраны. Он с порога кивнул головой майору, потом приблизился и с отдышкой прошептал «Сделали все, что могли, господин главный майор». Все присутствующие впились глазами в мониторы. Король вошел в зал под бурю оваций, торжественную музыку и брызги шампанского. Поддерживаемый с обеих сторон телохранителями, он ступал ровно и чинно. Широкая улыбка была шире обычного и очень шла к синему двубортному костюму. Король остановился и поднял руку вверх. Музыка и овации тотчас затихли. Майор переглянулся с начальником охраны и вытер ладонью под солба. Король долго молчал, будто не мог чего-то вспомнить. Наконец он все-таки шагнул вперед и воскликнул «Шампанского всем!». В этот момент он вдруг оступился, и телохранители едва успели подхватить его подмышки. Зал испуганно вдохнул, какая-то дама упала в обморок. «Штормит!» — весело сказал король. Зал выдохнул, дама пришла в себя. Майор достал сигарету. Начальник охраны щелкнул зажигалкой. Майор затянулся и на мгновение закрыл глаза. Потом снова вернулся к трансляции. Начальник охраны глядел то на экран, то на майора. Конферансье знакомил его величество с почетными гостями. Король держался молодцом. Он пожал руки обоим офицерам в отставке, одобрительно пощупал министра за портфель, обнял заслуженного артиста, поклонился восточному гостю и трем его женам. После этого короля неожиданно повело в сторону, но он собрался, выпрямился, заулыбался. Поцеловав руку балерине, он вдруг поцеловал руку и ее мужу, отчего тот сильно смутился. Конферансье поспешил представить последнюю пару. Наш старейший предприниматель и уважаемый шейбанкир со своей юной прелестной подружкой, завоевавшей недавно звание королевы красоты этого года. Наши аплодисменты! Король остановился возле старика и красавицы. Старика он проигнорировал, а красавица явно завладела его вниманием. Впившись в нее взглядом, король мечтательно произнес «Королева!», после чего с размаху обнял чужую красавицу и неистово поцеловал ее в засос. Поцелуй длился больше минуты. Зал вдохнул и никак не решался выдохнуть. Какая-то дама снова упала в обморок, но на нее никто не обратил внимания. Старик-миллионер злобно позеленел и болезненно затрясся, видя, как тело его подруги тает в объятиях короля. Майор выплюнул сигарету и закрыл лицо руками. Выпустив, наконец, красавицу из объятий, король смущенно огляделся. Отметив, что все вокруг подозрительно замерли, он похлопал по плечу трясущегося старика и сказал почему-то одному из телохранителей «Музыку давайте, маэстро!» и тут же быстро и неровно, будто опасаясь не добежать, засеменил к стене, туда, где располагались столики с угощениями. Телохранители потрусили за ним и не позволили сесть мимо кресла. «Музыка! Музыка!» истерически закричал конферансье, выводя зал из оцепенения. Зал выдохнул и ожил. Охранники вынесли даму, начавшую было приходить в себя. Музыканты заиграли танго. Гости расселись и приступили к еде. Старик-миллионер бережливо усадил красавицу за столик, а сам, все еще трясясь, кое-куда вышел. «Может, прервем трансляцию?» предложила делопроизводительница. «Поздно!» помотал головой майор. И тут, как бы в подтверждение его слов, затрезвонил служебный телефон. Майор снял трубку, и лицо его вытянулось. «Главный майор Слу...» «Так точно, ваше превосходство, просто майор!» С непроницаемым видом он слушал и ничего не говорил. Присутствующие напрасно старались разобрать хоть слово из того, что бушевало в трубке. Все заглушало доносившееся из мониторов танго. «Есть ваше превосходство!» наконец сказал майор. «Разрешите повесить...» Положив трубку, он медленно вынул из кармана носовой платок, вытер мокрый лоб, высморкался, встал и, не говоря ни слова, направился к выходу. «Вы куда?» робко спросила делопроизводительница. «Сейчас вернусь». Уже из дверей как-то по-философски ответил майор. Пройдя по коридору, он свернул в туалет. В дверях столкнулся со стариком-миллионером. Тот поправлял штаны и недружелюбно косился на военного. Майор подождал, пока старик удалится, зашел в туалет и убедился, что в кабинках пусто. Тогда он извлек из внутренней кобуры пистолет и снял его с предохранителя. Поразмыслив, он приставил пистолет к виску, поднял глаза вверх. Вверху под потолком светлело маленькое вентиляционное окошко. Майор поглядел на вечернее небо, ухмыльнулся, убрал пистолет обратно, бойко вскарабкался по трубе к окошку и вылез через него наружу. Конферансье объявил белый танец. Король почти ровной походкой подошел к столику, за которым сидели старик и красавица. Телохранители следовали по пятам. Старик встал, и челюсть его судорожно задрожала. Поднялась и красавица. «Белый танец», — впрямую намекнул ей король, «дамы приглашают кавалеров». «Ну что же, я вас приглашаю, ваше величество», — неуверенно согласилась красавица. Старик сжал костлявые кулаки. Оркестр заиграл вальс. Король и красавица закружились в танцы, за ними последовали все остальные. Телохранители образовали пару и тоже закружились, стараясь держаться ближе к хозяину. «Вы машину водить умеете?» — шепотом спросил король. «Да, ваше величество», — удивленно ответила красавица. «А вы?» «А мы как-то все пешком», — небрежно ответил король и развернул партнершу лицом к столику, где сидел старик. «Этот вот», — король кивнул в сторону старика и заодно показал ему язык. «Он вами очень дорожит?» «Очень», — согласилась красавица. «Кроме всего прочего, я же достояние королевства». «Отлично», — сказал король. «Тогда, как там говорится, цели наши ясны, наши принципы не нуждаются в пояснениях». «В каком смысле?» — спросила красавица. «В прямом, вперед», — скомандовал сам себе король, подхватил красавицу на руки и, расталкивая танцующие пары, рванул к выходу из зала. Раздались отдельные вскрики, поднялся шум, упал кто-то задетый. Телохранители рванулись с места, столкнулись лбами и упустили короля из виду. Началась паника, так как никто толком не понял, что произошло, но всем хотелось что-нибудь предпринять. А король с красавицей на руках выбежал из бального зала и бросился прочь по длинным коридорам. Охранники не решались останавливать его величество и только вытягивались по стойке смирно. «Из залы никого не выпускать», — закричал селектор, начальник охраны. «Всем оставаться на местах! Короля задержать!» В дверях мониторной появились несколько охранников с растерянными лицами. «Где майор?» — заорал на них начальник охраны. Ответа не последовало. «Подонок!» — тихо сказала делопроизводительница. Восточный гость спрятался за своих жен. Министр дожевывал какие-то бумаги из своего портфеля, запивая их лимонадом. Оркестр замолк. Конферансье исчез бесследно. Старик-миллионер метнулся к выходу. «Стоять!» — преградил ему дорогу охранник. «Вы!» «Да как вы!» «Мне надо выйти!» — закряхтел старик. «Невелено!» — отрезал охранник. «Всем оставаться на местах!» Старик разозлился. «Пустите!» — слышите! — заверещал он. «Мне очень надо!» «Мне срочно надо выйти!» «Невелено!» — не уступал охранник. «Я сказал!» — пустите сейчас же! — заорал старик. «Немедленно!» Охранник легонько его оттолкнул. Миллионер не удержался на тоненьких ножках и повалился на пол. Гости расступились. Старик с залитыми желчью глазами поднялся, загнанно отбежал в угол, повернулся ко всем спиной и, расставив ноги, принялся расстегивать штаны. Зал охнул и отступил от старика. Дамы неохотно отвернулись. «Все!» — сказал начальник охраны, глядя в монитор. «Кончайте трансляцию к чертовой матери!» Расстегнув штаны, старик выудил из потайного кармана радиотелефон, вытянул антенну и набрал номер. Звонок застал всех врасплох. Начальник охраны завертел головой в поисках кого-нибудь из старших по званию. Делопроизводительница внимательно вглядывалась в потухший монитор. Охранники охраняли дверь, спрятавшись за нее с наружной стороны. Телевизионщики расползлись по углам. Начальник охраны сплюнул три раза и снял трубку. «Так точно, ваше превосходство!» — заголосил он. «Сей момент ваше превосходство!» Прикрыв трубку рукой, он сказал вновь появившимся охранникам. «Не стрелять!» — говорит. «Взять только живыми!» — говорит. «Да, да, ваше превосходство! Уже исполняем! Девушку берегите!» — говорит. «И то, что на ней! Осторожнее!» — говорит. Переполоха хватил усадьбу. Охранники и люди в штатском беспорядочно бегали по коридорам, натыкаясь друг на друга. Между тем король и красавица были уже в саду. Не выдержав ножи, король завалился в кусты прямо с красавицей. «Вы пьяны, ваше величество!» — отряхивая, заметила она. «Для храбрости!» — вставая, — объяснил король. «Вы бежать можете?» — красавица кивнула. Король схватил ее за руку и потянул за собой. Пригнувшись, они заскользили вдоль живой изгороди. «Что это такое? Что все это значит?» — на бегу спрашивала красавица. «Ничего, это просто переворот!» — на бегу отвечал король. «Какой переворот?» — спрашивала на бегу красавица. «Двадцатый!» — отвечал на бегу король. Выбежав из кустов, они наткнулись на троих охранников. Двое вытянулись по струнке, а третий, внимательно вслушиваясь в рацию, сообщал. «Ваше величество! Берегите себя! Вы нужны нам живым! Девушку берегите! И то, что на ней! Как поняли!» — он осекся и тупо посмотрел на рацию. «Прием!» А беглецы были уже далеко. Выбежали к автостоянке. Король выдохся и запутывался в ногах. Красавица тащила его за локоть. «Ну!» — причитала она. «Еще немножко! Вот его машина!» Впихнув короля в автомобиль, красавица села за руль и нажала на газ. Длинный черный лимузин, ничуть не хуже королевского, вырулил на дорожку и помчался к воротам. «Стой! Кто едет?» — закричал постовой. «Пароль!» «Какой пароль, когда я король!» — раздалось из автомобиля. «Виноватый, Ваше Величество!» — сконфузился постовой и открыл ворота. «Туда, в леса, пожалуйста!» — проговорил король и тут же крепко заснул, откинувшись на мягкую спинку сиденья. Странный, посмотрев на него, заключила красавица. Она поддала газа, и машина на полной скорости полетела по загородной дороге в сторону леса. Смеркалось. На лесной тропе остывал черный автомобиль. «Так вот это все вышло!» — закончил король. «А вообще-то я не пью. Извините!» Красавица молчала. После задумчивой паузы она встрепенулась. «Ну что, все запомнили?» — спросила она. «Попробуйте. Сначала зажигание». Она чуть отодвинулась, уступая королю место на своем сидении. Король чуть придвинулся, стал включать зажигание и сжать на педали. «Вот так. Потом так», — комментировал он. «Теперь сюда. Правильно?» «Правильно», — согласилась красавица. «А теперь сюда». Она нажала на подлокотник, спинка откинулась. Красавица обняла короля за плечи и притянула к себе. Король пассивно сопротивлялся. «Ты король», — прошептала красавица. «Я королева. Мы вместе». Король приблизился вплотную, но потом резко отклонился назад. «Нет», — сказал он. «Извини. У меня дома жена, а настоящая королева». Красавица удивленно заморгала. «Глупости», — проговорила она. «Разве вы, короли, женитесь по любви?» Король задумался и ответил. «Женились мы не по любви, да. Но потом как-то... У нас дочь почти взрослая». «Ну так взрослая же», — сказала красавица. Король, не обратив внимания на ее слова, продолжал. «Знаешь, если бы все было у нас хорошо, если бы мы жили, как все короли и королевы, я бы, наверное, смог ей изменить. Наверняка. Но раз уж мы в таком скверном положении, я не могу, не хочу, понимаешь?» «Понимаю», — кивнула красавица и вздохнула. Потом встала и вышла из машины. «Вот ключи», — хлопнув дверцей, она зашагала прочь. Король вылез из машины и окликнул. «Постойте, куда же вы? Темно ведь». «Ничего, ваше величество», — крикнула красавица и свернула с тропинки в лес. «Не провожайте. Привет семье». Она оступилась, сняла туфли и зашагала в чащу, напевая какой-то мотивчик. Король проводил ее взглядом. Сперва среди чернеющих деревьев исчезло ее белое бальное платье, но еще долго в темноте сверкали звездочками драгоценности. Совсем уже вдалеке эти блуждающие огоньки вдруг погасли и, вспыхнув вновь, разлетелись в разных направлениях. Принцесса носилась вокруг стола. Королева бегала за ней и пыталась ударить мокрой тряпкой. Подвал сотрясался. «Как ты могла?» — кричала королева. «Как он мог? Как вы могли?» «Мама, мама, успокойтесь!» — кричала принцесса, заслоняясь от удара в пустой картонной коробкой. «Мне нельзя теперь волноваться!» Королева остановилась, перевела дух и откинула тряпку в угол. «Где этот негодяй?» — спросила она с одышкой. «Почему он сам ничего не сказал?» «Ему неудобно, мама!» — сказала принцесса, убирая от лица коробку. «Он стесняется!» «Что?» — закричала королева. «Неудобно!» «Стесняется!» «Да я ему!» «Я его!» Она обмякла и опустилась на табуретку. Принцесса всхлипывала, утирая слезы. «Мы же не просто так!» — оправдывалась она. «Мы же по любви, обоюдно! Он хороший, умный!» «Он всего лишь оруженосец!» — сказала королева. «Нет!» — поспешила вставить принцесса. «Его повысили! Его взяли в школу дипломатов! У него большое будущее! Это у нас все в прошлом! Если бы не он, мама, мы бы с голоду сдохли!» «Когда же вы успели?» — спросила королева. «Так, однажды! Пока вы, мама, курили!» Принцесса вдруг вскочила и закричала. «Говорил вам, папа, не курите!» И, заревев, она упала королеве на колени. «Эх!» — вздохнула королева. «Ты же все-таки принцесса крови! Как ты могла?» «Я прежде всего девушка!» — сказала принцесса, утирая королевским подолом лицо. «То есть женщина!» «Женщина!» — королева горько усмехнулась, достала из корсажа папиросу, сунула в рот, потом смяла ее и выбросила. «Женщина!» «Чтоб был мальчик!» «Поняла?» Кончился бензин, машина остановилась. Король вглядывался в темноту, но из-за сильного ветра трудно было что-либо разглядеть. Фары высвечивали ржавый, покосившийся остов ворот. Король поежился, поднял воротник и вылез из машины. Возле ворот было пусто. Дряхлая конструкция скрипела и раскачивалась, где-то вверху билась о столб жестяная табличка с цифрой 38. Вдруг табличка сорвалась, и брякая пролетела прямо над королевской головой. Завернувшись понадежнее в пиджак, король побрел против ветра. В городе не было ни души. Выбитые окна домов просвечивали насквозь. Узкие улочки были завалены грязью, рухлядью и кучами мусора. Ветер перебрасывал от стены к стене ошметки чего-то непонятного. Фонарные столбы прогнулись, перекосились и торчали в разные стороны. Природы не было вовсе. Все носило на себе печать мрака и однотомности, лишь небо чуть отливало красным. Проплутав до наступления полной темноты, король понял, что заблудился. Остановившись посреди улицы, он прикричал «Люди! Есть кто-нибудь живой?» Сквозняк сдул его крик и унес в неизвестном направлении. Король вошел в первый попавшийся подъезд и по разрушенной наполовину лестнице добрался до какого-то помещения. Помещение было необитаемым и продувалось со всех четырех сторон. Король отыскал нишу, забился в нее и закрыл глаза. Дрожа от холода, он все-таки стал засыпать. Разбудил его пронзительный стон. Король высунулся из ниши, прислушиваясь. Ветер притих, стояла полнейшая тишина. Стон возобновился. Высокий надрывный голос, то ли детский, то ли женский. Король подхватил с пола обломок кирпича и, стараясь не шуметь, двинулся к выходу. Вышел на улицу. Стон повторился вновь, еще резче и громче. Король всмотрелся в темноту и увидел на другой стороне что-то белеющее. Он осторожно стал приближаться. На асфальте лежала большая белая чайка. Застыв в распластанной позе, она тяжело по-человечьи дышала. Король отбросил кирпич и склонился над птицей. Почувствовав его приближение, чайка открыла маленькие красные глаза. «Интересно», — чуть слышно произнес король и дотронулся до переломанного крыла. Чайка вдруг встрепенулась, подскочила и с размаху ударила клювом в королевское лицо. Король вскрикнул и отшатнулся, схватившись руками за свою щеку, а чайка, издав боевой клич, стала подпрыгивать, стараясь клюнуть его в живот. Король упал, попытался отбиваться ногами, но птица не унималась. Король закричал. Раздался выстрел. Чайку отбросило к стене. Король замолк. Из темноты вышел бородатый охотник и тяжелым прищуренным взглядом осмотрел короля. Во лбу охотника чернела крупная запекшаяся рана, отчего королю почудилось сперва, что у человека этого три глаза. Трехглазый молча повесил на спину обрезанный карабин, подошел к стене, подобрал тушку и приладил ее к поясу. — Жив? — спросил он короля. — Жив, — подтвердил король, придерживая ладонью рану на щеке, из которой сочилась кровь. Охотник убрал королевскую ладонь, поглядел на рану, зачерпнул горсть грязи и размазал ее по окровавленной щеке. — До смерти заживет, — сказал он, и, уходя, прибавил. — Вставай. Пошли. — Трехглазый привел короля в какой-то дом. Двери и окна были заколочены, и снаружи казалось, что дом для жилья непригоден. Внутри же было даже тепло. В узкой длинной комнате с провисшим потолком горел тусклый свет, сальная свеча коптила и стекала на пол. На полу вдоль стен сидя спали люди. Мускулистая женщина помешивала в огромном котле вонючее варево. Возле котла грелся человек с карабином, один его глаз скрывала черная повязка. — Здрасте, — сказал войдя король, — Бог в помощь. Повариха и Одноглазый посмотрели на короля, но ничего не ответили. Трехглазый подошел к котлу, погрел над паром руки и отдал женщине убитую чайку. Там молча принялась ее ощипывать, стряхивая перья в угол. Трехглазый уселся возле котла и взглядом указал королю на место рядом. Король присел и тоже стал греть руки. Его щека кровоточила. Одноглазый вдруг заговорил. — Слепой сказал нам, что трехглазый снайпер вернется не один, что с ним будет мертвая птица и новый человек. Слепой никогда не ошибается. Повернувшись к королю, он продолжил. — Новому человеку повезло. Обычно они бьют в глаз, а не в щеку. Они редко промахиваются. Одноглазый зачерпнул с пола горсть грязи и протянул королю. Король благодарственно кивнул и, поморщившись, приложил грязь к ране. — Везучий человек путешествует? — спросил Одноглазый. — Не совсем, — ответил король. — Я ищу. — Кого? — спросил Одноглазый. — Работу ищу, — ответил король. — А, везучему человеку нужны деньги, — предположил Одноглазый. Тогда он ошибся адресом. У охотников давно нет никаких денег. У охотников натура обмен. Повариха закончила ощупывать тушку, ухватила ее за ноги и, разорвав напополам, кинула в котел. Король поморщился. На пороге появились еще два охотника. Один тащил другого, перепачканного и окровавленного. Одноглазый вскочил и бросился помогать втаскивать раненого. Беднягу оттащили в угол. Кто-то сказал, — принесите побольше грязи, ему поможет только грязь. Король посмотрел на Трехглазого и спросил, — у вас тут что, война? — У нас охота, — ответил тот. Вернувшийся к котлу Одноглазый добавил, — только эта охота нам пуще всякой неволи. Усевшись, он поинтересовался. — Везучий человек случайно не врач? — Нет, — ответил король. — Я король. — Кто? — в один голос переспросили Одноглазый и Трехглазый. — Король, — повторил король. Охотники переглянулись. — Охотники не любят обмана, — неуверенно сказал Одноглазый. — Обманщиков они обычно скармливают чайком. Вместо возражений король достал из кармана бумажник и показал охотникам лоскуток газетной бумаги. — Вот, — прокомментировал он, — только она в воде побывала и ее размыло слегка. Сидящие вдоль стен люди зашевелились. Одноглазый и Трехглазый склонились над фотокарточкой. — Вроде похож, — сказал Одноглазый. — Да ну, — сказал Трехглазый, — тут же ни черта не разобрать. — Слепого спросите, — предложила повариха. — Верно, — послышались голоса, — слепого не обманешь. Спросить слепого. И все устремили взгляды в дальний угол, где сидел человек с повязкой на лице. Слепой протянул вперед руки. — Слепой хочет, чтобы везучий человек подошел к нему, — объяснил Одноглазый и подтолкнул короля. Король приблизился к слепому и опустился на корточки. Слепой сначала ощупал руки короля, потом провел ладонями по его лицу. Подняв испачканную в крови руку, слепой медленно прохрепел. — Королевская! И как бы в подтверждение своего слова он прикоснулся этой рукой к лежащему рядом раненому. Тот от прикосновения пришел на мгновение в сознание и проговорил что-то невнятное. От стены отделился человек с перевязанной головой и грохнулся перед королем на колени. Заливаясь слезами, он стал выкрикивать громкие и нечленораздельные звуки. Король от неожиданности отшатнулся. — Дырявая голова не совсем здоров, — объяснил Одноглазый. Чайки выклевали ему мозг, но до сердца не достали. Теперь он ничего не понимает, но все чувствует. Дырявая голова от имени охотников просит везучего человека спасти их от помойных чаек. Он говорит, что если везучий человек поможет им, охотники сделают его своим королем. — Интересно, — задумался король и похлопал по плечу дырявую голову. — Тут надо б на подумать. — Везучему человеку надо подумать, — громко объявил Одноглазый и замахал руками, призывая всех затихнуть. — Подумай, Твое Величество, — сказал Трехглазый и предложил королю уютное место возле котла. Трехглазый и король сидели на полуразрушенной крыше охотничьего пристанища. Вокруг простирался ночной город, тут и там блестели огоньки костров. Трехглазый наковырял из стены щепотку коричневой пыли, высыпал ее в обрывок бумаги, сделал самокрутку и закурил. — Чайки! — Чайки, сволочи, — неспешно говорил он. — Сколько себя помню, все эти помойные чайки, и никак их не извести. Отстреливаешь, отстреливаешь, а их только больше становится. Наши деды были охотниками, наши отцы были охотниками, наши дети тоже будут охотниками. Этих тварей хватит на всех. Охотников может спасти одно — умный вождь, который знает, что делать. — Я понимаю, — сказал король. — А вы не пробовали выбирать вождя из охотников? — Снизу появился Одноглазый и ответил. — Охотники много раз выбирали себе вождей. И он протянул королю котелок с кипящей едой, а второй такой же поставил перед собой и Трехглазым. — И что? — спросил король, подозрительно глядя на булькающее месиво. — А ну их! — махнул рукой Одноглазый и принялся отхлебывать из котелка. — Любой охотник мыслит поохотничьей, — сказал Трехглазый. Каждый вождь как ни старался, как ни лез из кожи, ничего нового придумать не мог. Охота, большая охота, великая охота, слова, одни слова. Никакого результата это не дало. Разве что самому вождю лишний кусок доставался за вредность. Кончалось все тем, что вождь и разъедался до таких размеров, что терял прыть и былую силу, не мог больше убегать от чаек, и чайки его склевывали. И снова наступала охота. Так рассказывали старые охотники, которые еще умели читать. — Поэтому охотники уже много лет живут без вождей, — подвел черту Одноглазый. — Каждый сам за себя. — Ну что ж, — поразмыслив, сказал король, — пусть будет королевская охота. И он решительно отхлебнул из котелка, но тут же выплюнул все обратно. Глаза его полезли на лоб, язык высунулся. Король зашелся кашлем. — Подавился, — сказал Трехглазый. — Что-то придумал, — предположил Одноглазый. Светало. Широкими быстрыми шагами король шел по пустым улицам, осматривая все вокруг. Рядом с ним шагали Одноглазый и Трехглазый, а чуть поодаль — еще несколько вооруженных охотников и безоружной дырявая голова. — Когда они обычно прилетают? — расспрашивал король. — Когда мы этого меньше всего ожидаем, — отвечал Трехглазый, — обычно ближе к вечеру, но точного расписания у них нет. А если погода нелетная, — поинтересовался король, — все равно прилетают, — отвечал Трехглазый. — Не все, но самые сильные все равно прилетают, суки. Покрученные шаткой лестницы поднялись на башню, откуда весь город был как на ладони. В утреннем тумане чернели ленточки дымящихся костров. — Охотники умеют говорить кострами, — разъяснил Одноглазый. Этими дымами охотники говорят, что они ждут распоряжений везучего человека. Король сосредоточился и долго смотрел вниз. — Грязь, — размышлял он вслух. — Откуда столько грязи? — Отчаек, — подсказал Одноглазый. — Наоборот, — возразил Трехглазый. — По-моему, это чайки от грязи. Хотя, в общем-то, это спорный вопрос. Среди охотников нет согласия на этот счет. Может быть, всегда была грязь и всегда были чайки? — Не думаю, — сказал король. — Что-то все-таки было в начале. И вот если мы решим эту задачку, то избавимся и от одного, и от другого. Охотники переглянулись. На главной площади, больше похожей на большую помойку, к рассвету собрались человек сто охотников. Вид у них был угрюмый. У многих были перевязаны глаза, головы и другие уязвимые места. Присутствовали среди собравшихся столетний бородатый дед и даже совсем молодой охотник. — Это представители от стоянок, — шепнул королю трехглазый. — Всем приходить опасно. Скопище народа слишком хорошая мишень для чаек. Все, что нужно, скажи им, Твое Величество. Они передадут. Король взобрался на кучу мусора и сказал распевно. — Охотники! Друзья мои! Он осекся, заметив, как лицо перекосило неискренне американская улыбка. Задержав нервный тик рукой, он продолжал запросто. — Да что тут говорить? Все очень просто. Надо очистить город, а для этого надо вырыть канавы, чтобы убрать в них весь мусор. А дальше сами увидите. Угрюмые охотники смотрели на короля без энтузиазма. Дед зевал. Юный охотник щелкал семечки. Король замешкался. — Копать! Копать! Попытался разъяснить он, демонстрируя жестами, как это делается. — Вот так, понимаете? — Охотники все понимают, — тихо сказал одноглазый. Охотники не доверяют словам. Король спрыгнул с кучи и подал знак рукой. Ему протянули лопату. Король прошел сквозь толпу и остановился на середине площади. Охотники расступились, образовав круг. Король скинул пиджак, поплевал на ладошки и принялся копать. Охотники неподвижно наблюдали за королем, пока на середину не вылез дырявая голова. Он вытащил из-за пазухи детский совочек и стал помогать копать. Получалось у него плохо, но он старался изо всех сил, а потом еще и промычал что-то, выразительно глядя на праздно стоящих охотников. Те, наконец, вышли из оцепенения и зашушукались. Вскоре к королю присоединились трехглазый, одноглазый, а затем подоспели с лопатами и другие. — У нас мало времени! — крикнул король, не разгибаясь. — Идите и копайте! Все в ваших руках! И он углубился в раскопки. Охотники, не говоря лишних слов, разбрелись в разных направлениях. Связной спрыгнул в яму, скатился по склону и затормозил у ног короля. Он не мог отдышаться, он только выговорил. — Получается! 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 Одноглазый подал связному кружку с водой. Связной выпил, обливаясь и захлебываясь. — Получается! — сказал он, наконец. — Все копают. Никогда не видел на улицах столько охотников. Лопаты, лопаты, ломы. Даже дети охотников, и те подкапывают. Даже жены охотников копаются. — Это надо перекурить! — предложил трехглазый. — Перекур! — кемнул король. — Перекур восемь минут! — громко повторил одноглазый. Охотники повтыкали лопаты в землю и стали рассаживаться в кружок на дне огромной ямы. Король снял мокрую рубаху, повесил ее на древко лопаты. Лицо у него было безрадостное, рукой он то и дело хватался за живот. Пока охотники раскуривали большую охотничью трубку, король взобрался по склону наверх и осмотрелся. На краю площади горел костер, на котором варилась еда. Рядом сидел дед и следил за огнем. Чуть поодаль в поисках горючих материалов бродил молодой охотник. К нему-то король и подошел. Бог в помощь, начал было король, и остановился. Вблизи молодой охотник оказался девушкой. Охотница удивленно уставилась на короля. Король кашлянул и сказал, — Простите. Он отошел к деду. Тот сидел на земле с зажатым между колен ружьем, выковыривал из прорех в асфальте корешки до травинки и быстро их жевал. — Скажите, пожалуйста, — обратился к деду король, — где у вас тут туалет? Старик хитро прищурился, недоуменно пожал плечами и, обведя рукой все вокруг, сказал, — Тыкхэ... Трехглазый принял из рук Связного большой охотничью трубку, затянулся и блаженно прикрыл глаза. Выпуская колечки дыма, он заметил, — Кажется, моя последняя охота оказалась удачной. — А что говорит слепой? — полюбопытствовал Одноглазый. — Слепой пока ничего не говорит, — ответил связной. — Слепой присматривается. Неожиданно раздался свист. Охотники задрали головы кверху. На краю канавы стояла девушка-охотница и, как птица, крыльями махала руками. — Тревога! — крикнул кто-то из охотников. Все разом вскочили, похватали обрезы и карабины и в одно мгновение оказались наверху. Только дырявая голова, несколько раз соскользнув с крутого склона, так и остался лежать на дне, животом вниз, прикрыв голову руками. — А король где? — закричал трехглазый, прячась за мусорный холмик. Одноглазый завертел головой, неопределенно моргая глазом. Но искать было некогда. Огромная тень нависла над городом, в небе замелькали тысячи крыльев, безумное многоголосое кряканье заглушило все звуки. Охотники рассеялись по периметру площади, взяв карабины на плечо. Трехглазый и одноглазый передернули затворы. Король выбежал на шум из развалин и в замешательстве остановился посреди маленького дворика колодца. Вслед за голдежом чаек раздались частые выстрелы. Король вертелся, он никак не мог сориентироваться и разобрать, в какой стороне находится площадь. Сверху упала убитая чайка. Потом еще одна, еще одна, еще одна, еще и еще. Король метался среди падающих к его ногам птиц, увертываясь и закрываясь руками. Прижавшись к стене, он, что было мочи, заорал. «Не стрелять! Не стрелять!» Но никто его не услышал. Стало тихо. Посреди канавы в окружении белых тушек лежал дырявая голова. Приподняв голову, он наблюдал за трепыхающейся перед ним подбитой чайкой. Увидав короля, трехглазый затороторил. «Е-мое! Твое величество! Живой! А я уж было испугался, что тебя поклевали!» Король, с возбужденно отрешенным выражением лица, шагал по темной площади. Остановился, наткнувшись на связного. Тот неподвижно лежал на краю ямы, рядом с ним сидел одноглазый. «Мертвый!» — сказал он. «Там еще двое!» — добавил трехглазый. «А там еще трое! И там! И так каждый вечер!» «Теперь везучий человек понимает, зачем у охотников столько лопат?» — спросил одноглазый. Король молча отошел к стене. «Надо спешить!» — сказал он, поворачиваясь. «Следующего налета не будет! Это я говорю! Король!» Сидевший неподалеку дед-охотник громко чихнул. Ночью по всему городу горели костры. Их было гораздо больше обычного. Тысячи охотников собирали мусор, клали его на носилки и сваливали в вырытые днем ямы. Король лично командовал генеральной уборкой. С факелом в руке он шагал по улицам, заходил в дома, грелся у костров. Одноглазый и трехглазый неизменно его сопровождали. «Стой, кто идет!» — выкрикнула из темноты девушка-охотница. «Королевская охота!» — назвал пароль одноглазый. Пропущенные на площадь король и его свита присели передохнуть к костру. Дед раздал котелки. «Поесть бы тебе надо, твое величество!» — сказал трехглазый. Король энергично замотал головой. «Охотникам нужен живой вождь!» — сказал на это одноглазый. «Везучий человек должен подкрепиться!» Король через силу взял котелок. Одноглазый вдруг настороженно вздрогнул, вскинул карабин и крикнул в темноту. «Кто там?» Все обернулись. Оттуда, куда прицеливался одноглазый, послышалось молчание и нечленораздельная речь. Трехглазый поднялся и посветил факелом. У стены, щурясь от яркого света, стоял дырявая голова и что-то прятал за пазухой. Одноглазый подошел к нему и сказал строго. «Дырявая голова опять нарушает закон охоты!» И вырвал у того из-за пазухи небольшую раненую чайку. Птица затрепыхалась и жалобно пискнула. Одноглазый взял ее за лапки, вернулся к костру, бросил добычу в кипящий котел и сказал, обращаясь к королю. «Хорошая чайка, мертвая чайка!» Король смолчал. Сделав два глотка из котелка, он плотно стиснул зубы. Дырявая голова почему-то улыбнулся и повертел пальцем у виска. Когда все ушли работать, девушка-охотница придвинулась к костру, прикурила от головни самокрутку и присела на корточке напротив деда. «Дед!» — спросила она. «Что такое бог?» «Не помню», — уклончиво ответил дед и прищурил левый глаз. Светило солнце. Король стоял на балконе башни и прикрывал рукой глаза. Город был на удивление чист. За спиной короля расположились одноглазый, трехглазый, дырявая голова и другие. Все они смотрели на короля с нескрываемой надеждой. Неожиданно побледнев, король схватился за живот, но никто не успел этого заметить, так как в этот миг раздался сигнальный свист. «Летят!» — проговорил трехглазый. Все разом спрятались за колонны. Король сполз под бортик балкона. Гигантская темная туча с громким кряканьем и писком надвигалась из-за горизонта. «Не стрелять!» — тихо приказал король. «Главное — не стрелять!» И он посерел от боли. Как давеча тень заслонила полнеба, но король не мог посмотреть наверх. «Ну что там?» — спросил он. «Кружат!» — сказал одноглазый. «Как-то странно кружат!» Охотники судорожно сжимали в руках свои обрезы и вглядывались в небеса. Вдруг шум стал стихать, и все услышали, как радостно замычал дырявая голова. «Улетают!» — удивился трехглазый. «Улетают, твое величество! Век охоты не видать! Улетают!» «Улетают!» — подхватили остальные охотники. «Улетают!» 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 Не в силах ничего сказать, король улыбнулся. Тень испарилась, вновь уступив место солнцу, и хлопанье крыльев сменилось радостными криками охотников. Весь город возликовал. «Качать победителя!» — воскликнул одноглазый. «Качать везучего короля!» Король хотел возразить, но охотники стремительно подхватили его на руки и понесли покрученные лестницы вниз, громогласно скандируя. «Да здравствует король, вождь вождей! Да здравствует наш король, победитель помойных чаек!» На улице к несущим победителя присоединилось еще множество охотников. Короля стали подкидывать вверх. Он махал руками, что-то кричал, но его никто не слушал. Наконец охотники выдохлись, и пока им на смену не пришли другие, поймали короля и поставили на ноги. Он тут же бросился бежать, раздвигая локтями охотничьих жен, пытавшихся во что бы то ни стало поцеловать героя, избивая с ног охотничьих детей. С трудом добравшись до стены, король нагнулся, его вырвало. Бежавший вслед за ним трехглазый только теперь понял, в чем дело. Он обернулся кривущей толпе и завопил «Доктора!» Но и его никто не услышал. «Так вот сложились обстоятельства», — сказал оруженосец, и потупился. Напротив него неподвижно сидели королева и беременная принцесса. В подвале несколько минут царило молчание. Прервала неловкую паузу королева. — И надолго вас посылают? — спросила она каким-то почти злорадным тоном. Оруженосец замялся и вяло пробубнил. — Я точно не могу сказать. Не знаю. Надеюсь, что не на очень долго. Но, сами понимаете, дипломатическая работа — это не оружие подносить. — Понимаю, — уничтожающе протянула королева. — Вот теперь я все прекрасно понимаю, дорогуша. Она встала и демонстративно скрылась за занавеской. — Ну зачем вы так? — огорчился оруженосец. — Я же не мог отказаться от такого предложения. Ну подумайте, что же мне всю жизнь в этом подвале... Простите, такой шанс только раз в жизни дается. Он поглядел на принцессу. Принцесса молчала. — Я буду писать, — сказал оруженосец. Я буду бандероли слать и деньги каждый месяц буду писать. Принцесса молчала. Почувствовав себя чересчур неловко, оруженосец встал. — Ну все, — вздохнул он, — время нынче дорого. Тут вот в сумке продукты вам на первое время, а там, глядишь, и папа ваш объявится. И он стал надевать калоши. — Ты вернешься? — спросила принцесса. — Ну, разумеется, дорогая моя, — ответил оруженосец. Он выбрался из подвала, миновал залежи грязи и вылез через дыру в заборе к дороге. На обочине стоял его автомобиль. Оруженосец снял калоши, открыл багажник и хотел было положить их туда, но передумал. Размахнулся и выкинул калоши за забор. Вытерев тряпкой руки, он захлопнул багажник, сел в машину и уехал. Король открыл глаза. Рядом с его постелью сидела девушка-охотница. Король присмотрелся. Она спала. Тогда он встал, завернулся в простыню и подошел к окну. Прибитая к раме толстая старая покрывала, видимо, заменяла стекло. Король одним глазком заглянул в проеденную молью дырочку и увидел площадь. В городе продолжался праздник. Охотники, их дети и жены смеялись, плясали, прыгали и распевали охотничьи песни. Дед наяривал на гармошке. Вокруг него лихо отплясывала повариха и еще две толстые женщины. Какой-то охотник, извалявшийся с ног до головы в перьях, изображал чайку. На фасаде дома напротив представляли театр теней. «Ваше Величество!» — услышал король из-за спины. «Вам еще рано вставать, еще нельзя!» Охотница заботливо поправила подушку. Король вернулся, сел на кровать, стал осматривать перевязанное бинтом правое запястье. «Сколько же они уже празднуют?» — спросил он. Девушка попробовала сосчитать на пальцах, но сбилась и ответила попросту. «Ух, долго!» «Интересно!» — сказал король. «Охотники много лет ничего не праздновали!» — поделилась девушка. «Охотникам очень понравилось праздновать!» «Я вижу!» — кивнул король. «А со мной что было?» «А вы отравились, Ваше Величество!» — спокойно объяснила девушка. «Фельдшер наш прописал вам кровопускание, промывание желудка, постельный режим и эту, как ее, щадящую пищу. Кровь вам пустили, желудок промыли, а пищу сейчас принесут». Король зубами разгрыз бинт, смотал его с руки и бросил на пол. На кухне сидел дырявая голова, резал большим ножом лук и плакал. Вбежала девушка-охотница. «Проснулся!» — сообщила она. «Пришел в себя!» — «Есть хочет!» Она взяла нарезанный лук, кинула его в миску с салатом и перемешала рукой. Еще раз проверив все по записанному на бумажке рецепту, она удивленно понюхала содержимое миски и убежала. Дырявая голова постоял-постоял, да и заплакал пуще прежнего. Король расхаживал взад-вперед по комнате, изредка останавливаясь у окна и заглядывая на улицу. На площади было тихо и пусто, только временами откуда-то издалека доносилось пьяное пение акапелла. Устав от вынужденного безделья, король через смежную дверь заглянул в соседнюю комнатушку и наткнулся на девушку-охотницу, которая затаскивала через порог совершенно пьяного деда. Увидев короля, девушка смутилась. Король извинился и вышел. Через несколько минут девушка сама появилась в покоях короля, все еще чувствуя себя не очень уютно. «Я хотел узнать, — сказал король, — что телеграф еще не восстановили? — Не знаю, Ваше Величество, — сказала девушка. — Слышала, звания какие-то восстановили и названия улиц, а насчет телеграфа не знаю. — Мне бы телеграмму семье дать, — задумчиво произнес король. — Семье? — упавшим голосом переспросила девушка. — Так вы продиктуйте. Если восстановили, то я отправлю. — Запоминайте, — согласился король. — Все в порядке, — ЗПТ. Собирайте вещи, тычика, король. В этот момент в дверь без стука вошел слегка нетрезвый трехглазый. Вид у него был несколько странноватый. Отглаженная рубашка, костюм и даже галстук контрастировали с немытым лицом и лохматой головой. Третий глаз был заклеен пластырем. — Твое величество, — сказал он, — там к тебе пожаловали. Пришли, то есть. — Кто пришел, — спросил король. — Охотники? — Народ, — ответил трехглазый. — Народ, — удивился король. — И много народу? — Штук десять-двенадцать, — ответил трехглазый. В прихожей короля ожидала делегация охотников. Все были нетрезвые, грязные, но в чистой одежде. Впереди всех стоял неизвестный человек с узкими глазками. Где-то в глубине компании король разглядел одноглазого. Охотники поклонились. Король ответил кивком головы. — Извини за беспокойство, Твое величество, — начал узкоглазый. — Нас народ послал. Он, значит, интересуется, что дальше делать. — Как что делать? — удивился король. — Как жить дальше? — уточнил узкоглазый. — Есть хочется, Твое величество. — Хочется, так ешьте, — сказал король. — А что есть? — спросил узкоглазый. — А что вы до сих пор ели? — спросил король. Узкоглазый недовольно переглянулся с остальными делегатами. — Раньше, — сказал он, — мы ели отходы и чаек. А теперь чаек, значит, нет. Отходы все закопали. У кого что в запасе было, съели на праздниках. Ну а теперь как? Король нахмурился. — Нельзя же всю жизнь отходами питаться, — сказал он. — Что вы? Давайте теперь работать, давайте хлеб выращивать, овощи, фрукты. Торговать давайте с соседями. Столько всего впереди. — А грязь? — спросил кто-то из охотников. — Где теперь грязь брать? — Зачем вам грязь? — не понял король. — Эк, — удивился кто-то. — Как же нам без грязи? Король искренне растерялся и посмотрел на Одноглазого, как бы ища поддержки. Но тот отвел глаз в сторону. — Так что, значит, скажешь нам, — твое величество, — спросил Узкоглазый. — Мне больше сказать нечего, — твердо ответил король. — Идите работайте, все и приложится. — Работать? — присвистнул кто-то. — Ишь ты! — Узкоглазый повернулся к королю спиной и заявил. — Пошлите, господа, с ним все ясно. Охотники двинулись к дверям. Кто-то говорил. — Хватит, мужики, погуляли и будя. Пора откапывать. Одноглазый выходил последним. В дверях он оглянулся на короля, обескураженно пожал плечами и развел руки в стороны. Король застыл в нерешительности. Девушка и трехглазый стояли в стороне и смотрели на него почти испуганно. Наконец король развернулся на каблуках и молча вышел в спальню. Девушка и трехглазый робко последовали за ним. — А вы что же не ушли? — огрызнулся на них король. Ответа не последовало. Король сорвал с подушки наволочку, бросил ее на пол и стал собирать кое-какие вещи. Чуть поостыв, он заметил, что девушка и трехглазый все еще тут и спросил. — Вы телеграмму дать не успели? — Нет, — помотала головой девушка. — И то хорошо, — вздохнул король и завязал узел. — Как же так? — грустно прошептала девушка. — Слепой это предвидел, — не менее грустно сказал трехглазый. Шел сильный дождь. Девушка-охотница уже на крыльце догнала короля, подала ему старый мужской зонт и сказала, — Бог в помощь, Ваше Величество. — Прощайте, — ответил король и поцеловал девушке руку. — Счастливой охоты! В пальто с узелком за спиной король шел по мокрым улицам города. Охотники молчаливо смотрели на него из окон. Кое-где возле свежевырытых ям валялись мусор и лопаты. Возле отремонтированных ворот король оглянулся и увидел дырявую голову. Тот брел за ним через весь город, ежесь от холода и дождя. Король вышел за ворота. Дырявая голова последовала за ним. Пройдя несколько метров, король обернулся и крикнул, — Иди домой! Дырявая голова несогласно замычал. — Иди, иди! — повторил король. Недовольно скривив физиономию, дырявая голова развернулся и зашагал обратно в город. Король отправился в сторону леса. С наступлением сумерек дождь не прекратился. Король брел по скользкой проселочной дороге, падал, поднимался и брел дальше. Зонт вконец разломался, и его пришлось выбросить. Из леса послышался протяжный волчий вой. Король насторожился, вой становился все ближе. Король ускорил шаг. Почувствовав за спиной чье-то тяжелое дыхание, король припустил бегом. Неожиданно перед ним возникла огромная фигура человека в капюшоне. Король резко остановился, оглянулся. В тот же миг человек схватил его сзади и зажал крепкой рукой рот. Король задергался, пытаясь освободиться. Еще две темные личности выросли в темноте, ухватили короля за руки и принялись шарить по карманам. Король отбивался, пытаясь легнуть нападавших ногой, но все время промахивался. Угрюмая морда показалась из капюшона и очутилась прямо перед королевским лицом. — Тише ты, — сказал грабитель. — Ну чего разволновался? Мы же не волки. Король очнулся, когда выпал снег. Он лежал на краю большого белого поля, рядом валялось порванное пальто. Король попытался встать. Тело болело, губа была опять разбита. С усилием разжав кулак, король обнаружил в нем измятый клочок бумаги, фотографию семьи. Разгладив бумажку, он сунул ее в карман. Неожиданный кашель довел его до удушья. Король сплюнул на снег розовой пеной. Потом завернулся в рваное пальто и заковылял по заснеженному полю. Где-то вдали маячил тусклый огонек. Пошатываясь от холода и голода, король побрел на его свет. На холме стоял небольшой бревенчатый трактир. Из него за версту разносились вперемешку крики, ругань, оплеухи, пьяное пение. Не обращая на это внимания, король вошел в заведение и сел в уголок на скамеечку, пробуя согреться. Народу было немного, зато было много дыму. То тут, то там затеивались драчки. Два подозрительных типа пытались сбыть за стольщиком драгоценные камни. Толстая полупьяная трактирщица с подбитым глазом орала на посетителей осипшим басом. — Пшел в задницу, черт такой! Ты мне еще за прошлую бутылку не расплатился! Никаких в долг! Это вот видел? А ты вообще заткнись, пьянь! Король из-под лобья наблюдал за соседними столиками. Ему страшно хотелось есть, еще больше хотелось пить. Он решился. Выждал момент, когда у стойки никого не было, встал и неровной походкой подошел к трактирщице. Та смотрела, будто бы сквозь него. — Я король, — сказал он. — Дайте мне, пожалуйста, стакан портвейна в долг. И он отшатнулся, будто ожидая затрещины. Трактирщица очень медленно вынула изо рта хабарик, затушила его остойку, нагнулась и достала из-под прилавка какую-то редкостную бутыль. Нацедив стакан вина, она придвинула его к королю. Король схватил стакан обеими руками и жадно вылакал. Трактирщица все так же равнодушно и медленно налила ему еще стакан и выложила на стойку кусок колбасы. Король осушил второй стакан, откусил ломоть колбасы и чуть было не подавился. Трактирщица придвинула к нему бутыль с остатками вина. — Я отдам, — пообещал король, прожевывая. — Я действительно король. — Я знаю, — устала сказала трактирщица. — Мы знакомы, — удивился король. Трактирщица ответила равнодушным взглядом. — Когда я была маленькой девочкой, — проговорила она, — я все мечтала, что появится однажды прекрасный принц и увезет меня отсюда. Я так этого хотела, так ждала, что стало очень ясно представлять себе этого принца, частенько даже видела его во сне. Только тогда ты выглядел гораздо моложе. Король не нашелся, что ответить. Он уклончиво кивнул головой и, прихватив колбасу и бутыль, молча попятился к выходу. Трактирщица больше ничего не сказала. Она проводила короля пустым взглядом, будто бы глядела сквозь него. Когда король вновь побрел по заснеженному полю, удаляясь от трактира, он не услышал больше ни крика, ни ругани. В заведении стало тихо. Ночью занялась метель. Король не видел, куда идет. Колени утопали в снегу, глаза слепило, драное пальто развивалось по ветру. Наткнувшись на полосатый столбик, король ухватился за него и долго так стоял, вцепившись намертво. Когда силы все же иссякли, он сполз вниз, в сугроб, прислонился к столбу и вынул из-за пазухи бутыль. Последние капли чуть согрели его, он закутался потуже и замер, глядя прямо перед собой. В подвале царил холод, трубы покрылись инием, метель свистела и швыряла в помещение сквозь щели порции колючего снега. Очередной раз, заткнув дыру под дверью газетами, королева вернулась за стол, села. Увидела на краю столешницы хлебную крошку, аккуратно взяла ее двумя пальцами и положила в рот, виновата покосившись на занавеску. Там, за занавеской, на лежанке из старого матраса, лежала, уткнувшись лицом в стену, принцесса. Королева стала греть руки над свечкой. Вдруг пламя свечи дрогнуло, покосилось и погасло. Стало совсем темно. — А спички-то, — тихо сказала королева, — спички-то у нас кончились. — Ой, мама, ой, — неожиданно застонала принцесса. — Мамочка, ой, ой! — Что? — в темноте закричала королева. — Что? Что такое? Началось? — Ах ты! Погоди, спички-то! — Мамочка! — вопила принцесса. — Погоди! — кричала королева, натыкаясь на все в потьмах. — Погоди ж ты! Спички-то у нас! Спички-то! Затычку под дверью снова прорвало. Большое снежное облако влетело в подвал и заискрилось в темноте. Ветер подхватил клочок бумаги, который король выронил из кармана, доставая бутыль. Он не заметил этого. Фотография взвилась вверх и исчезла. Короля заносило снегом, постепенно его фигура превращалась в белый сугроб. Сугроб рос, увеличивался, очертания сидящего человека понемногу сглаживались и очень скоро сошли на нет. Только-только начало светать. В поле стояла тишина, серебрился гладкий снег. Издалека доносилось едва слышное позвякивание. Позвякивание приближалось. На горизонте появился силуэт. Путник шел, утопая по щиколотку в снегу. На голове у него был грубый мешок с черными прорезями для глаз, и такой же мешок, только наполненный, путник нес за спиной. Позвякивало как раз из этого мешка. У пограничного столбика с надписью «39» путник остановился. Его внимание привлекло торчавшее из сугроба зеленое бутылочное горлышко. Путник снял со спины мешок и потянулся за бутылкой. Вместе с ней из сугроба показалась посиневшая человеческая рука. Путник испуганно завопил и, позабыв про мешок, бросился на утек. Ранним утром по тихим чистым улочкам ехала телега. На телеге сидел возничий, а за ним лежал еще кто-то, накрытый цветным лоскутным одеялом так, что торчали только белые костлявые ноги. Из аккуратных домиков выходили любопытные мастера с подмастерьями и провожали телегу взглядами. — Эй, братец! — окликнул возничего один, видимо, кузнец. — Кого везешь? — А того везем, — лукаво ответил возничий, — кого нам до сих пор не хватало. — А кого нам не хватало? — спросил другой, видимо, бондарь. — А ты сам-то догадайся, — отвечал возничий. — Чай не лаптем щита хлебаешь. Когда телега исчезла за поворотом, бондарь вопросительно поглядел на своего соседа-кузнеца. — Сдается мне, — рассудительно произнес кузнец, — нашел-таки он нам короля. — Вот что! — присвистнул бондарь. — И что ж теперь будет? — А все и будет, — сказал кузнец. — Король королевствовать будет, ты будешь бочки сколачивать, я буду подковы ковать, и вся гармония. Король открыл глаза и от удивления заморгал. Была ночь. Он лежал в теплой мягкой постели на пуховике, укрытый толстым ватным одеялом. Под пологом горел огонек, освещая просторную спальню. В углу потрескивал камин. Король присел, рассматривая надетую на него длинную ночную рубаху с кружевами. Рядом на венском стуле висел махровый халат. Под стулом стоял ночной горшок, расписанный узорами. Король встал, надел халат и вышел из спальни. Коридор был устлан коврами. Возле дверей, сидя, спал одетый в ливрею служка. Король взял со столика фонарь и двинулся по коридорам. На лестничной площадке тоже сидел охранник и мирно дремал. Король поднялся на следующий этаж. И там все служки и охранники спали. На последнем этаже, в самом конце коридора, через приоткрытую дверь пробивался свет. Король на цыпочках приблизился, затушил фонарь и заглянул внутрь. В небольшом уютном зале у стены располагался круглый стол. Над ним висела лампа, высвечивающая то, что было на столе. Большой самовар, бублики, пряники, баранки, баночка варенья, надрезанный пирог. Двое людей пили чай из блюдечек, а третий чуть поодаль перелистывал книгу, сидя в кресле качалки. Шел тихий-тихий медленный разговор. Король по неосторожности скрипнул дверью, и собеседники тотчас обернулись, прервав беседу. Делать нечего, королю пришлось бочком войти в зал. Собеседники смутились и повставали с мест. Один из них, военный, попытался загородить собой стол с яствами. Другой, стряпчий, не успев разгрызть положенный в рот орех, так и замер с орехом в зубах. Позже всех опомнился зачитавшийся священник. Закрыв книгу, он тоже встал. Все трое молчали. Король почувствовал себя неловко, кашлянул в кулак и спросил. — Здрасте, это у вас, прошу прощения, чай? — Виноват, Ваше Величество, — ответил военный и застенчиво покраснел. — Чай. — А это у вас не как пирог? — смелее спросил король. — Виноват, Ваше Величество, — ответил военный. — Он самый, пирог, вкусный. И он отступил от стола. — А это пряники? — спросил король, совсем освоившись. — Виноват, Ваше Величество, — вздохнул военный и потупился. — Ваше Величество, — нашелся стряпчий, схватил стул и подставил его королю. — Откушайте с нами, коль не брезгуйте. Будьте добры. Король заметно обрадовался, сел за стол и сходу откусил большой кусок пирога. Ел он с превеликим удовольствием, уплетал за обе щеки. Стряпчий налил в чистое блюдце горячего чая. Военный замялся и предложил. — С разрешения, Ваше Величество, я пойду проверю посты. — А? — полноте, — махнул свободной рукой король. — Пусть отдыхают. — Я все-таки проверю. Засомневался военный и снова покраснел. — А? Король кивнул. Военный пожелал приятного аппетита, развернулся на каблуках и вышел плавным строевым шагом. Стряпчий выплюнул в ладошку орех, который до сих пор держал за щекой. — Да высадитесь, пожалуйста, — сказал король, стараясь для приличия откусывать куски поменьше. Стряпчий и священник присели. Правда, священник сел не в кресло-качалку, а на скамью. — Я где? — спросил король, отхлебнув чаю. — Вы в королевском дворце, ваше величество, — объяснил Стряпчий. — В вашем дворце. — А дворец где? — спросил король. — В вашем королевстве, — ответил Стряпчий. — А кто живет в королевстве? — спросил король. — Подданные вашего величества, граждане королевства, — сказал Стряпчий. Король недоверчиво посмотрел на молчавшего священника и спросил еще. — А как вы узнали, что я король? — Но ответил опять Стряпчий. — Вы сами сказали, Ваше Величество, — сказал он. — Я? — удивился король. — Вам? — Не нам, — сказал Стряпчий. — Вы сказали ему, — наконец вступил в разговор священник, указывая глазами наверх. — Но мы были рядом и слышали, — признался Стряпчий. — Вы не помните, Ваше Величество. Когда вас привезли, вы были почти мертвы. — Вы умерли, — уточнил священник. — Да, — согласился Стряпчий. — Но потом наш доктор совершил невозможное, и вы... Вы вернулись. Священник перекрестился. Король отставил прибор. Ошарашенный услышанным, он долго молчал. Потом, как бы очнувшись, спросил, — А душ в этом королевстве есть? — Есть, Ваше Величество, — заверил Стряпчий. — Отличный горячий душ. И, добавив минуточку, он подошел к бюро, что находилось в другом углу зальчика, вынул из нагрудного кармана гусиное перышко, обмакнул его в чернила и открыл большую амбарную книгу. Отыскав страницу с литерой К, он вписал в пустующую строку красивым почерком. — Король. Один. После чего положил книгу на стол перед королем и сказал. — Вот, Ваше Величество, — теперь в этом королевстве есть все. Король стоял под струей горячего душа и млел от удовольствия. На правом его запястье виднелся длинный шершавый шрам, на левом плече зеленела татуировка номер 68-559. Военный, Стряпчий и Слушка вошли в тронный зал. Слушка раздвинул шторы. В центре зала на возвышении стоял трон, накрытый чехлом из бархата. Военный жестом велел Слушке снять чехол, что и было тотчас исполнено. Стряпчий провел пальцем по подлокотнику трона, на пальце остался толстый слой пыли. — Удивительно, — сказал Стряпчий, глядя на палец. — Что? — спросил военный, глядя туда же. — Удивительно, — пояснил Стряпчий, — что на наших глазах сбывается древнее предсказание. Удивительно, что предсказания вообще сбываются. — Ничего особенного, — сказал военный. — Предсказания — это почти что приказания. Они просто обязаны исполняться. Точно и в срок. — Прошу вас, ваше величество, — пригласил священник, открывая дверцу в небольшую будку, похожую на телефонную. Король вошел, сел на скамеечку. Священник прикрыл стеклянную дверь, зашел в точно такую же, смежную с первой кабинку, и тоже сел. Их теперь разделяло толстое стекло, в которое было вделано переговорное устройство. Включив его нажатием кнопки, священник заговорил. — Ваше величество, прежде чем вы наденете корону, вы по существующему у нас закону должны исповедаться вашему духовному отцу, коим теперь являюсь я. Я понимаю, что это может быть излишне, ибо вы не так давно вернулись от судьи более высокого, но, ваше величество, таков закон, а в традициях нашего королевства законы соблюдать. — Я понимаю, — согласился король. — Тем не менее, — продолжал священник, — мне бы не хотелось злоупотреблять, поэтому, чтобы соблюсти формальности и не слишком обременять, ваше величество, я прошу вас, исповедуйтесь мне только в двух грехах — самым большом и самым маленьком. Для закона этого будет достаточно. Король задумался. Думал долго. Наконец спросил. — Можно я начну с маленького? — Воля ваша, ваше величество, — ответил священник. — Начинайте. Король глубоко вздохнул. — Пожалуй... — Ну вот, — сказал он с сомнением, — нет, это слишком крупно. — Не волнуйтесь, — успокоил его священник. Но король никак не мог начать. — Ну вот, — попробовал он еще раз, — наверное, это тот случай. В общем, однажды, не так давно, я очень сильно напился. Очень сильно. Просто себя не помню. Да безобразие. Он покосился на священника, как бы пытаясь выяснить, подходит ли его признание. Священник был непроницаем. — Это самое маленькое, — повторил король. — А самое большое... Самое большое... Это то, что я на самом-то деле вовсе не король. Священник повернул голову королю, и во взгляде его чуть промелькнуло удивление. — Да, — уверенней сказал король, — я не король. Я сам понял это совсем недавно, но это именно так. Я всем вру. Всю жизнь всех обманываю, выдавая себя за королевскую особу. Даже собственную жену, даже собственную дочь обманываю. Даже самого себя. Может быть, вот именно сейчас я первый раз и сказал правду. Священник молчал, переваривая услышанное. Молчал и король. — И все-таки вы король, — сказал священник. — Как-никак, а с заданной задачкой вы справились. Дело в том, что легче сознаться во всех грехах, чем выбрать из них два, самый большой и самый маленький. Это под силу только настоящему королю. Вы король, ваше величество. Король помотал головой, потом пожал плечами, потом усмехнулся и беззвучно захохотал. Потом сказал, — Простите, ваше священство. Я, кажется, пошутил. И, кажется, неудачно. Не вовремя. Так вот я всегда. Бог простит, — подытожил священник, посмотрел на часы, вышел из кабинки, открыл стеклянную дверь и протянул руку королю. — Давайте, ваше величество. — Что? — не понял король. — Термометр, — напомнил священник. — Ах, да! — спохватился король и вынул из подмышки градусник. — Тридцать шесть и шесть, — констатировал священник. — С вами все в порядке, ваше величество. Перед большим зеркалом стоял король в новом костюме цвета кофе без молока, но босой. Портной, военный и Стряпчий довольно оглядывали его величество с разных сторон. — Не жмет, ваше величество? — спрашивал портной. — Нет, все очень здорово, — отвечал король. — Скоро ботинки принесут, — сообщил Стряпчий. — Только уж вы, ваше величество, сильно-то костюм не занашиваете. После коронации мы вам что-нибудь попроще подберем. И он что-то записал в свою амбарную книгу. Король повертелся перед зеркалом, двигая плечами, поправил воротник. Сунул руку во внутренний карман, и тут он замер, стараясь что-то припомнить. Резко обернувшись к Стряпчему, он спросил, — а где мои вещи, ну, в которых я умер? Они уцелели? — Конечно, конечно, — сказал Стряпчий и стал листать книгу. — У нас ничего не пропадает. — А, вот, они в камере хранения. — Где она? — нетерпеливо закричал король. — Кто? — не понял Стряпчий. — Да камера это! — уже на бегу ответил король, шлепая босыми ногами по коридору. Камерный хранитель открыл ячейку и выложил на стойку драное пальто, штаны, сапоги и позвякивающий мешок. Схватив пальто, король принялся шарить по карманам. Пустой бумажник был на месте, но фотографией простыл и след. В штанах тоже было пусто. Король приуныл. — А это что? — спросил он, вытряхивая из мешка груду пустых бутылок. — Не знаю, — растерялся Стряпчий. — Это ваше, ваше величество. Король поглядел на бутылки и удивленно хмыкнул. Процессия спускалась в подземелье по темной узенькой лестнице. Впереди шествовал охранник с фонарем. За ним король, далее следовали священник и Стряпчий. — Другие подземелья завалены продуктами, — комментировал Стряпчий. — А в этом мы держим заключенных, поэтому в нем есть место. — Заключенных? — переспросил король. — Ну да, преступников, — объяснил Стряпчий. — А тюрьмы у нас нет, — спросил король. — Есть, ваше величество, есть, — заверил Стряпчий. — Как же не быть? В ней у нас музей, кунсткамера. А заключенных перевели сюда, во дворец, чтобы всегда под рукой были. И по гуманным соображениям преступникам во дворцах-то привычнее. — Так все преступники здесь, — удивился король. — Здесь, — подтвердил Стряпчий, — все четверо. Спустились. Двое охранников приветствовали короля отданием чести. Процессия двинулась по каменному коридору. По правую руку тянулись чисто убранные зарешоченные камеры. Они были пусты. Король хотел еще что-то спросить, но передумал и пошел дальше. — Да вы не волнуйтесь так, ваше величество, — заметил Стряпчий. Коронация — это ведь только формальность, традиция. Это как прививка от оспы. Король кивнул. Они оказались, наконец, в просторном подземном помещении, сыром, полутемном, с низеньким потолком. Посередине возвышался сколоченный из досок помост, на котором стояла толстая деревянная кубышка. От помоста параллельно стенам протянулся водосток. Несколько человек теснились у стены. При появлении короля они поклонились. Король кивнул головой. На лбу у него вдруг выступил пот. Жарко что-то, — пробормотал король и шепотом спросил. — Это кто? — Это гости, — в полголоса ответил Стряпчий. — Ваши подданные. Вообще-то мы разослали приглашение всем гражданам, но сегодня рабочий день, так что явились только те, кто смог. А вон те четверо — заключенные. По закону именно они должны засвидетельствовать акт коронации. В это время из-за темнения появился человек в конусообразной маске с прорезями для глаз, забрался на помост и замер, скрестив руки на груди. Слушка положил перед ним длинный черный футляр. Стряпчий вынул из портфеля ворох каких-то бумаг и, присев на край помоста, стал в нем рыться. Король, непонимающе, оглянулся на священника. Тот был абсолютно спокоен. — Вы готовы, Ваше Величество? — спросил он. Король неуверенно кивнул. Священник вынул из-за пазухи черный ситцевый мешочек и надел его на королевскую голову. Король ничего не видел. Тихо сказав «таков закон», священник взял его за руку и влег за собой. Под ногами скрипнул помост, зашуршала бумага и голос стряпчего произнес «Встаньте на одно колено, Ваше Величество, и положите голову на подставку». Король медлил, сжимая в своей руке холодную руку священника. Священник же помог ему опуститься на колено и уложил голову на плаху. Король услышал, как щелкнули замочки футляра. — Последнее слово Вашего Величества! — вновь прозвучал голос стряпчего. — Братцы! — неожиданно для себя пробубнил король. — Что он сказал? — переспросил стряпчий, шурша бумагами. — Он сказал «скорее», — объявил священник. — Да-да-да-да, сейчас! — заторопился стряпчий, и его бумаги рассыпались. — Ну, хватит! — воскликнул король, выпустил руку священника и стянул с головы мешок. — Довольно! Вы, братцы мои, что-то напутали. Вы совсем не знаете, как проводится коронация. Он вскочил на ноги и первым делом сорвал маску с человека, державшего в руках старинный двуручный меч. Человек оказался военным. — Виноват, Ваше Величество! — проговорил он и по обыкновению застенчиво покраснел. — Встаньте вот сюда! — велел ему король. — Меч держите над моим плечом. Выше. Вот так. — Так и будете держать. Ясно? Затем он протянул руку священнику и втащил его на помост. — Вы встаньте с другой стороны, — приказал король. — Да, и положите мне руку на другое плечо. Поняли? А вы, — обратился он к стряпчему, собиравшему с пола бумаги, — дайте мне самую главную книгу королевства. Стряпчий поспешно извлек из портфеля свою амбарную книгу. Но священник остановил его и протянул королю другой том. — Лучше эту, — посоветовал он, — это сказки и предсказания. Король положил книгу на плаху, спросил. — Так, а корона? Корона где? Все растерянно переглянулись. Но тут из гостей вперед выступил кузнец и передал стряпчему тряпичный сверток. Стряпчий развернул его и радостно поднял вверх новенькую блестящую корону. — Теперь все молчите, — сказал король, опустился на одно колено и положил руку на книгу. Военный поднял над левым королевским ухом меч, священник взялся за правое королевское плечо. Король вытер платочком под солба и внятно произнес. Я, мое величество король, будучи в здравом уме и трезвой памяти, без лишних слов торжественно обещаю честно управлять неспосланным мне королевством и править во благо подданного мне народа. Таково мое королевское слово. И он подмигнул стряпчему. Тот приблизился и водрузил на королевскую голову корону. — Воды! — пересохшим голосом попросил король. Ему передали стакан. Король отпил половину, другой половиной ополоснул лицо, а стакан разбил об пол. — На счастье! — сказал он. Все захлопали в ладоши. — Это все? — тихо спросил стряпчий, с сожалением глядя на осколки. — Нет, не все, — заявил король, вставая. — Теперь ваша очередь. Я дал вам слово. Хочу, чтобы и вы присягнули мне в своей верности. Сперва все застыли в замешательстве. Первым сообразил, что нужно делать военный. Он преклонил перед королем колено. Все остальные последовали его примеру. Последним то же самое сделал священник. — Ну, полноте, полноте! — растрогался король. — Встаньте! Я вам верю! Посетителей в библиотеке не было. Немолодая библиотекарша привстала от удивления и выпустила из рук популярный журнал. Перед ней стоял сам король. — Добрый день, Ваше Величество! — сказала она и заулыбалась. — Радость-то какая! — Здрасте! — сказал король. Библиотекарша принялась бессмысленно поправлять на своем столе вещи, двигать и переставлять их с места на место. — Скажите, — обратился к ней король, — у вас есть большая всемирная энциклопедия с картинками? Или хотя бы малая, но с картинками? — А как же, Ваше Величество! — ответила библиотекарша. — У нас все есть, Ваше Величество! И большая, и малая Ваше Величество! Извольте осмотреть, Ваше Величество! Она вышла из-за стола и повела короля вдоль стеллажей. Поднявшись на лесенку, она указала пальцем на верхнюю полку. — Вот, Ваше Величество! — Мне нужен том на букву К, — пояснил король. — Пожалуйста, Ваше Величество! — сказала библиотекарша и подала королю том на букву К. Король взял пыльный фолиант, перелистал его. — Можно взять и почитать? — осведомился король. — Только здесь, Ваше Величество! — сказала библиотекарша. — На руки мы книг не выдаем, Ваше Величество! Таковы правила, Ваше Величество! — Интересно! — прокомментировал король. — То-то я смотрю, у вас читателей нет. — А-а-а! — библиотекарша уязвленно заморгала. — Ничего, и так все больно умные стали, Ваше Величество! Король присел за читальный столик и раскрыл книгу. Пролистав ее, он отыскал портрет своей семьи. Библиотекарша тем временем неподвижно стояла рядом и заглядывала через королевское плечо. — Ступайте, — сказал король, — я почитаю немного. Библиотекарша усердно поклонилась и ушла на свое место. Как только она исчезла за стеллажами, король вытащил из кармана маникюрные ножницы. Спрятавшись за книгами, библиотекарша пыталась подсмотреть, что же там делает король, но видела только его спину. Когда король встал, она рванулась с места и в одно мгновение очутилась за столом, вновь перебирая и меняя местами настольные вещи. Король положил на столик том энциклопедии. — Спасибо, — сказал он. — Уже прочитали, Ваше Величество? — спросила библиотекарша. — Прочел, — ответил король. — Очень интересно. Едва он успел выйти, библиотекарша принялась тщательно пролистывать энциклопедию и обнаружила на 339-й странице большую дыру. Фотографии одной из королевских семей не было. Библиотекарша возмутилась до глубины души. — Варвар! — процедила она сквозь зубы. — Хулиган! Узурпатор! — Слушка доложил. — Все готово, Ваше Величество. Посол ждет. Поправив выходной костюм, король вошел в гостиную в сопровождении военного и священника. Гости расступились, репортеры защелкали фотоаппаратами. — Его Величество — король! — громогласно объявил Слушка. Гости поклонились и захлопали в ладоши. Их сиятельство — полномочный посол за границей с супругой, — объявил Слушка, и с другого конца гостиной навстречу королю двинулась дипломатическая чета. Гости их приветствовали поклоном и аплодисментами. Король с радушной улыбкой приблизился к послу, поцеловал руку его супруги, потом сжал посольскую ладонь и вдруг изменился в лице. И также внезапно изменился в лице посол. Король и посол уставились друг на друга, не веря своим глазам. Король узнал бывшего своего оруженосца, а оруженосец признал короля. Оба крайне изумились неожиданной встречи. — Вы? — Ты? — проговорил король, так и не разжав руки. — Ваше, 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 стал заикаться оруженосец. — Рад снова лицезре, созерца. А это кто? — почти испуганно спросил король, потупившись на посольскую супругу. — Это же жена! — выдавил из себя оруженосец. — Моя законная. — Законная? — автоматически повторил король. — А как же? А где же? Мои-то где, а? — А? — Я не знаю, — бегло заговорил оруженосец. — Я думал, что вы, что вы там, это, что вы уже давно. А я, к изумлению стоящих поодаль гостей и журналистов, король, так долго трясущий руку заграничного посла и расспрашивающий его о чем-то с неподдельным пристрастием, вдруг схватил его за грудки и потащил в угол. Гости замерли. Посол потерял равновесие и повис в королевских объятиях. Его супруга завизжала. Оттащив посла подальше, король прислонил его к стене и стал бешено трясти, трясти так, что на пол посыпались перламутровые посольские пуговицы. Гости переглядывались в недоумении. Стоявшая среди них библиотекарша тихо сказала. — Я же говорила. — Самодур, тиран, сумасшедший на троне. Покрасневший военный глянул на священника, но тот, как всегда, был непроницаем. Наконец король отшвырнул посла на пол, а сам, пробежав через весь зал, скрылся за дверями. Супруга посла бросилась к распластавшемуся на резном паркете мужу. Библиотекарша тихо, но очень отчетливо произнесла. — Быть войне! — Война! — испуганно зашептали все вокруг. — Война! Быть войне! Сбегая по лестнице, король чуть не сбил с ног Стряпчева, приспокойно занимавшегося переписью дворцового инвентаря. — Куда вы, ваше величество? — крикнул Стряпчий, поднимая со ступени амбарную книгу и перо. Король отвечал, не останавливаясь. — Транспорт! Какой-нибудь! Срочно! Коня! Машину! Самолет! У меня полкоролевства освободилось! Свободной оказалась скорая помощь. Уже залезая в автомобиль, король вдруг услышал со всех сторон многогласное тревожное эхо. — Война! 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 Он остановился, нахмурился и бросился обратно во дворец. Вбежал по лестнице, очутился в гостиной. Гости так и стояли в нелепых позах, не решаясь двинуться с места. Невменяемый посол полусидел на паркете, а его супруга, вся в слезах, суетилась возле него и совала ему под нос нюхательную соль. Король остановился в дверях. Взгляды тотчас обратились в его сторону, гул замолк. Король твердой поступью подошел к послу, учтиво отстранил супругу, взял бывшего оруженосца за плечи, приподнял и поставил на ноги. Поправив оставшийся без пуговиц посольский пиджак, король притянул посла к себе и чуть слышно сказал «Войны не будет». Понял, умник? Только попробуй. Оруженосец затряс головой. Король нарочито обнял его обмякшее тело за плечи, развернул лицом к гостям и громко повторил «Войны не будет! мир, дружба!». Потом повернулся к журналистам и скомандовал «Снимайте!». Прижавшись щекой к бледной щеке посла, король изобразил кип-смайлинг, фоторепортеры дали вспышечный залп. Преодолевая снежные заносы, пограничные кордоны и таможни, карета скорой помощи везла короля к семье. На подъезде к маслобойне скорая подвела и завязла в грязи. Король вылез из машины, за ним выскочил Стряпчий. Он накинул на короля плащ и надел шляпу. «Осторожней, Ваше Величество!» сказал Стряпчий. «Костюм!» Король не слушал его. Скинув плащ, он перелез через забор и напролом зашагал по подмерзшей грязи. У двери в подвал он остановился как бы в нерешительности, перевел дух, постучал условленным образом. Ответа не последовало. Предчувствуя неладное, король вытер мокрый лоб рукой, толкнул дверь, и та отворилась. Король вошел. В подвале было темно и тихо, только в уголке капала из трубы вода. Король зажег спичку, дотянулся до маленького верхнего окошка и протер рукавом стекло. Тусклый сноб света проник в жилище, и солнечный зайчик, скользнув по королевскому лицу, застыл на его груди, на левой половине. Король, прикрыв сердце ладонью, чтобы не стучало так громко, подошел к занавеске из ветоши и отодвинул ее. Он увидел то, что больше всего боялся увидеть. Королева и принцесса лежали рядом. Король протянул руку, дотронулся и тут же отдернул назад. Дрожащей рукой медленно снял шляпу, медленно присел на край лежанки. Снова ощупал сердце, стараясь заглушить его стук. Но стучало не сердце. Это капало в углу вода, монотонно, как метроном. Кап, кап, кап. Король встал, сорвал занавеску и накрыл ею тела. Слегка пошатываясь, направился к выходу, все так же медленно. Возле двери он остановился, расслышав за спиной едва уловимый странный звук. Обернулся. Солнечный зайчик проскользил по трубам и опустился вниз, высветив стоявший у стены старый деревянный ящик из-под бутылок. В ящике лежал завернутый в тряпице малюсенький ребенок. Когда солнечный зайчик коснулся его лица, ребенок открыл глаза и заулыбался. У кладбищенских ворот сидя дремал нищий. Перед ним лежала фуражка. Мужчина с посидевшей бородой, выцветшим в выходном костюме и мальчик лет пяти-шести вышли из ворот и неспеша пошли по аллее. Мужчина что-то рассказывал малышу, потом вдруг остановился, вынул из кармана монету, вложил ее в детскую ладонь и легонько подтолкнул мальчугана в сторону нищего. Малыш подбежал, положил монету в фуражку и остановился, глядя на нищего большими глазами. Нищий перестал дремать, извлек золотое из фуражки и внимательно его рассмотрел, сравнивая изображенный на орле профиль с лицом стоявшего поодаль мужчины. — Это твой отец? — спросил нищий. — Дед, — ответил малыш. — Король? — спросил нищий. Малыш кивнул. Тем временем король тоже приблизился к нищему. — Ну, здравствуй, король, — сказал нищий, вставая. Король присмотрелся. — Майор? — удивился он. Нищий безлобно ухмыльнулся. — Был бы генерал-майор, — сказал он, — если б не один. Они помолчали, разглядывая друг друга. — Вот что проговорил король. — Если что-нибудь понадобится, заходи во дворец. Он развернулся и зашагал прочь по аллее. — До свидания, — сказал малыш и побежал вслед за королем. Нищий уселся на прежнее место, попробовал золотой на зуб, удовлетворенно спрятал его в карман и ухмыльнулся. Король с малышом сели в автомобиль с открытым верхом и поехали во дворец. — И что было дальше, — спросил малыш. — Дальше, — проговорил король задумчиво. — Дальше. Дальше красавица сняла свои туфельки и прямо в бальном платье пошла по лесу. Шла-шла, пока не встретила в лесу того самого офицера, что выбрался из заколдованного замка через окно, помнишь? Они встретились и сразу же полюбили друг друга. С первого взгляда. Ну а потом они поженились и зажили спокойно и счастливо. Король замолчал, переключив внимание на управление машиной. Малыш недоверчиво поглядел на лежащую у него на коленях старую книгу «Сказки и предсказания». — И все кончилось хорошо? — спросил он. — Конечно, хорошо, — ответил король. — Интересно, — задумался малыш. — А почему? — Потому что это сказка, — объяснил король. — В сказках все всегда должно заканчиваться хорошо. Санкт-Петербург, 1993 год